здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала мысли об истории сегодня мы с вами вновь встречаемся 30 апреля суббота стрим на свободную тему сегодня я выполню заявки своих подписчиков я об этом расскажу чуть чуть дальше да сегодня история будет тяжелая трагичная вспомню с вами атомный подводный крейсер курск его гибель и все что вокруг этого творилось и попытаемся сегодня все-таки понять почему именно погиб курск это не расследование ни в коем случае это просто попытка понять как это было давайте попробуем сегодня вместе с вами с моими зрителями подписчиками будем разбираться разбираться еще раз разбираться я говорю итак всем здравствуйте для вас в эфире сегодня как всегда будет работать олег спасибо что приходите уважаемые подписчики и зрители пожалуйста ставьте лайки для продвижения каналов они очень нужны давайте будем потихонечку начинать наверно да уже зрители собираются по традиции моего канала давайте поздороваемся со всеми кто сегодня пришел так модераторы таня сахалин лена кипр здравствуйте эрика трубецкая сегодня первая была запорожье хортицкий район приветствую украина эрика здравствуйте самое первое сегодня пришло драгон стойкович приветствую елена валина рад вас всегда видеть тюмень конечно же здравствуйте мы приветствуем нашу наталью беспалову нашу марсианку как мы ее шутя называем наталья беспалова город самара здравствуйте моя постоянная зрительность и подписчица приветствую наталью надеюсь вам сегодня у нас тоже понравится как всегда роман из санкт-петербурга рома приветствую тебя дружище виктория чайка уважаемые подписчица здравствуйте виктория пишет привет большой всем чате мира и добра счастья крепкого здоровья виктория чайка вот мне нравится что вы никогда не забывайте пожелать здоровья это здорово спасибо вам тоже здоровья виктория спасибо большое так мой постоянный зритель евгений кайск кузбасс и сосед евгений приветствую вас всегда рад вас видеть ирина девяткина конечно же как давно вас не было ирина девяткиной давно вас не видел рад возвращению присоединяйтесь к нашей дружной сегодня компании екатерина приветствую тебя сегодня ты с нами здравствуй так остальные пока подтягиваются ничего страшного подождем поздороваемся со всеми обязательно друзья ну что сказать youtube пока работает слава богу это вселяет как бы надежду конечно там пытаются картинки они там закрывают аватарки не видно фотографии поисчезали и так далее но так или иначе youtube пока работает поэтому дай бог что все таки он останется работать ресурс очень удобный практичный нужный я бы сказал информативный более чем этот ресурс дает нам с вами встречаться в прямых эфирах на стримах вы видите меня я читаю ваши сообщения где мы так еще сможем пообщаться сразу с разными городами вот у нас сегодня очень много городов и сахалин край земли русской так то у нас тут он индивид он же андрей андрей приветствую тебя златоуст урал виктория чайка олег хотела сделать сюрприз празднику победы если успею наверно мне нужна твоя тонна почта виктория чайка я я услышал давайте сделаем так после этого стрима комментарий на напишите пожалуйста и там уже пообщаемся алексёдоров екатеринбург приветствую тебя как там playstation работает надеюсь что работает елена войтова всегда рад вас видеть елена здравствуйте жду все-таки когда вы песни свою на аудио запишите файл и пришлёте я ничего не забываю помню все хотелось бы услышать как вы появитесь дочкой екатерина пишет у меня картинки наполовину видны а сменила страну вообще все пропали катя я тебя понял попробуй вернуть тогда россию в настройках может быть это подействует елена войтова олег дочь на вахте ну понял понял вас хорошо ну уж когда вернем вернется уже запишите ваши треки обязательно послушаемся с удовольствием алик пишет федоров работает япона мать ну понятно sony playstation япона мать хорошая техника интересно в некоторой степени алик федоров даже поймут она поинтереснее в контру играть допустим до контра страйк на sony playstation уровне проходить гораздо интереснее в чем-то да ирина девяткина кэш почистить перезагрузить пока ну как вариант катя катя ирина девяткина кати предлагает виктория чайка давайте сделаем по-другому у вас есть телефон моего модератора ватсап напишите ей пожалуйста на номер через моего модератора мы с вами свяжемся это будет проще и быстрее ватсап напишите ли не кипр пожалуйста так зрители потихоньку собираются так лайки ставят не все у нас лайки еще поставили ну понятно кто-то допустим не присутствует в чате как бы со стороны смотрит просто не заходя понятно не хотят бывает и такое в любом случае я работаю и для своих подписчиков и для всех зрителей поэтому даже если вы не подписаны на мой канал но сейчас смотрите как говорится добро пожаловать далее федоров согласен навык там нужен конечно же но мне больше нравится на sony playstation когда гонял мне нравилось вообще шикарно но я быстро его освоил просто как бы есть возможность была тогда поиграл интересно освоил sony playstation почему бы нет понимаете алифе мне в жизни всегда интересно учиться чему-то это просто интересно что-то осваивать новое для себя новые горизонты я бы сказал так как бы это громко не звучало но тем не менее так любовь беляева подошла из хабаровска спасибо вам тоже наилучшие пожелания любовь здравствуйте рад вас видеть иван солдатенков здравствуйте наталья меченко красноярск появились наконец-то здравствуйте натали вот черубина 13 изабелла израиль забыла ждал я вас приветствую здравствуйте изабелла сейчас мы еще об этом поговорим вот ирина девяткина с андреем земляки она из троицка андрей златоуста это рядом действительно вот земляки встречаются в чате алик фотоаппарат тоже от sony понял алик ну шикарно если зеркалка тем более тогда вообще sony хорошая техника вот николай трудящийся подошел город ивде сверловская область николай здравствуй давно тебя не было наверно ты с вахты приехал алик федоров смартфона у них не очень алик федоров но вы же понимаете что все относительно в этом мире все познаются в сравнении поэтому я бы не сказал что у них плохие смартфоны sony xperia неплохая серия была смартфонов во всяком случае лучше чем китае китайские так или иначе тут каждому что нравится понимаете кто-то за айфонами гоняется помешались на них готовы по 150 по 170 тысяч платить но понятно это болезнь уже нравится им apple а кто кому-то допустим huawei китайский нравится кому кому-то сиоми кому-то sony поэтому кому что нравится кому-то samsung и наталья минченко у меня сейчас sony смартфон да наталья sony xperia серия неплохие смартфоны мне они нравятся например хорошие машины и длина комарова подошла 1 уральск приветствую вас первоуральск это сверловская область здравствуйте екатерина комарова вам сам бог велел на конференции появится из первого из первого уральска то недалеко ехать до екатеринбурга совсем по трассе и девяткин у кого-то память 32 закончилась к сегодня ну понятно понятно или девяткин я вам скажу так на сегодня настолько много приложений всяких приходится там программ каких-то 32 гига уже память не ну не соответствует сейчас надо сто сто двадцать восемь все берут кигов ну понятно они уже дорогие подскочили цены вообще страшные стали но хотя бы 64 гига советую всем но лучше сто двадцать восемь вообще идеальный вариант если у вас случайно есть деньги возьмите на сто двадцать восемь гигов кто будет покупать новый смартфон очень советую 32 совершенно не хватает уже у многих потому что понимаете очень много интересного сохраняете у себя на смартфоне смартфон да как стал обращаю ваше внимание смартфон стал нас как записная книжка мы все в нем сохраняем в тиктоке постоянно многие там сидят да и так далее какие-то рецепты что-то записывают гимнастика лечебная какая-то у кого-то записано и постоянно забивается иногда даже 32 не хватит поэтому всем советую на сто двадцать восемь гигов за глазах вот а вот пока хватает на сто двадцать восемь дарин девяткина есть и 512 согласен но это тут уже сто двадцать восемь вот хватит за глаза запас даже будет пятьсот двенадцать если вы вообще свой смартфон всю свою жизнь загнали это ну тоже это не вариант потому что не дай бог что-то глюкнет у вас вы все у вас скажу вся жизнь смартфонная все ваши пароли все на свете улетит поэтому рекомендуется отдельно жесткий диск имейте туда все сливать все что нужно для жизни но внешний диск внешний диск я имею понимать о чем лечить сейчас отдельно внешние диски прекрасные продаются достаточно даже на 1 терабайт но многие там 4 терабайта берут на 1 терабайт взять туда сливаешь за глаза зато у тебя вся твоя жизнь сохраняется как говорится виртуальная где на комарова обязательно олег заявку подала нужно постараться очень детей пристроить на этот день до екатерина этот день будет суббота 14 мая постарайтесь детишек пристроить 35 день ничего страшного с кем-то из родственников побудут не критично вам ехать с 1 уральска не так далеко на автобус сядете так не книг зашла с екатеринбурга здравствуйте рад вас видеть да спасибо за лайк ник не спасибо вам али федор облака обязательно подключать али федоров согласен с вами если много информации может мой облако да согласен облачное хранение очень выгодно вот а вечерниц подошел к тоже израиль всем привет с наступающим праздником интересная тема сегодня заявлено для стрима ждем али приветствую тебя рад что ты пришел и забыла тоже здесь уже вдвоем смотрите спасибо вам наши друзья из израиля наши постоянные зрители и подписчики уже не первый год они с нами ирина девяткина я уже об этом думала про внешний диск вот ирина девяткина очень вам советую я я себе на 1 терабайт приобрел внешний диск и туда заливаю информацию все сохраняется 1 терабайт очень удобно он не такой дорогой на 4 терабайта они вы кусаются цены а на 1 терабайт нормально уверяю вас купите штука прекрасно сохраняется все вся информация видео аудио и далее марина цеховская я вас давно не видел нижний нога марина здравствуйте спасибо что пришли альбина город пермь приветствую и вас алдатенков олег классный канал да спать спасибо если вам нравится наверно не зря работаю еще в эфире да друзья мой модератор лена кипр напомнила все знаете что вы в ю тубе я работаю бесплатно поэтому если есть возможность можете помочь моему каналу чате данных закреплены карта сбербанка и счет донат альц сервис под для пожертвований пожалуйста буду рад любой помощи спасибо вам заранее не могу не сказать спасибо надо было прошлый раз еще виталий ивановичу о за помощь канала виталий иванович спасибо вам большое спасибо буду рад любой помощи моему небольшому историческому каналу конечно же так зрители собираются потихоньку сейчас уже будем начинать тема сегодня трагическая страшная все-таки погибли люди погибли высококвалифицированные моряки наши защитники нашего отечества поэтому будем сегодня разбирать я давно хотел эту тему тем более меня подписчики просили потому что с официальной точкой зрения я не согласен категорически причем сегодня это докажу и покажу что этого не могло быть это будет версия моего канала мысли об истории давайте немножко подождем опоздавших как практика показывать как правило люди немножко опаздывают совсем немножко подождем я думаю минут десять и начнем уверяю вас сегодня будет о чем о чем послушать да ирина девяткина была такая фраза в интервью произнесенная ну что в этой фразе сарказм не желание говорить я не знаю но она была пронесить произнесена фраза ну что поделаешь интервью это есть видео можно посмотреть данные кларку журналисту олег федоров расскажите олег про новосибирск трим на свободную тему олег федоров я понял как нибудь давайте другой раз да расскажу про наш город мегаполис столицу западной сибири почему столицу потому что здесь находятся все органы организации сибирского федерального округа полпредпредпрезидента и так далее у нас как бы столица сибирского федерального округа новосибирске находится но еще поэтому почему третий город в стране по многим показателям это по площади территории по численности населения и так далее там по нескольким показать и показателем количество автотранспорта и и так далее после москвы санкт-петербурга новосибирск третье место в стране занимает кто не знал так на минуточку Ольга Азарова подошла здравствуйте Ольга Азарова спасибо спасибо на вас также праздники у нас завтра сегодня у нас будет стрим на историческую тему на трагическую тему этот случай произошел в нашей стране он всем известный 22 года назад это было вот столько времени уже прошло а боли об этом до сих пор не утихает особенно в сердцах родных этих людей погибших наших моряков подводников Олег Федоров ну западной сибири сибири не суть важно да я понял так давайте повторю что об этом меня попросили то есть заявку на эту тему мне дали наши подписчики Изабелла из Израиля она сегодня в чате Эльмира Валиева она подойдет из Кыргызстана также Екатерина Поленова всем известная эти подписчики и другие Игорь Игорев тоже попросили меня о Курске рассказать сегодня по вашим заявкам Изабелла Эльмира Екатерина Игорь будет эта тема все вы знаете что я заявки своих подписчиков всегда выполняю это для меня как задание поэтому если подписчики просят естественно мы эту тему обсуждаем приходим к этой теме постепенно у меня там заявок целая куча выстроена так что у нас тем тем впереди очень много еще на именно на стримах на свободную тему это исторические темы все тем очень много впереди еще причем темы такие знаковые большие крупные животрепещущие я бы сказал интересующие всех людей не только любителей истории поэтому будем потихонечку к этому продвигаться Сирюкис Ф приветствую Олег здравствуйте Сирюкис у вас новая информация по Курску Сирюкис ну я бы не сказал что она новая просто об этой об этой версии говорят офицеры подводники именно и командиры кораблей инженеры подводного флота я просто сегодня эту версию озвучу эта версия не моя но я этой версии придерживаюсь до сих пор уже 22 года я сразу считал что эта версия основная просто я вам сегодня о ней расскажу Альбина у нас Пермь обороны держава делают двигатели истребители гражданских самолетов да Альбина я знаю ваше мощное предприятие на всю страну пермские моторы где изготавливают двигатели для самолетов пермские моторы знаменитое предприятие Провинциалка подошла Татьяна здравствуйте Наталья Менчеткова на сибирске я как дома понятно Натали понятно я тоже здесь как дома вернее я и здесь и есть дома мой дом здесь Ирина Девяткина придет срок и про Москву поговорим но сейчас очень много тем уже зрители дали заявки поэтому потихонечку в любом случае гибель атомного подводного крейсера стратегического назначения вызвала большой ажиотаж это боль большая трагедия для нашей страны напоминаю погибла одна из лучших лодок так сказать нашего подводного военно-морского флота России в то время на севере все на северном флоте а почему она была одна одной из лучших лодок я вам сейчас расскажу то есть все будем постепенно разбираться немножко отойдем назад вспомним с вами связи с этой историей бомбежку Югославии которая началась в марте 99 года именно Сербии и потихоньку проведем параллели с вами Олег Федоров есть ли в России национальная идея Олег Федоров национальная идея понимаете это слово очень всеобъемлющее очень большое что называть национальной идеей национальная идея это жить в мире растить своих детей и строить страну дальше вот что я считаю национальной идеей просто каждый человек начнет об этом говорить он будет говорить по-разному понимаете национальная идея вообще я понял это понятие философское я понял что вы имеете ввиду здесь можно говорить часа часов на пять можно развести не сегодня провинциалка помните дни очень надеялась душа плакала сердце разрывалось провинциалка я тоже эти дни очень запомню очень мне эти дни тогда запомнились я тоже верил до конца что хоть кого-то оттуда спасут вытащат достанут и так далее нас кормили завтраками что вот 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 сейчас подойдем все достанем спасем верилось что кто-то спасется поэтому я и назвал сегодня свою программу курска не на они надеялись до последнего кто они надеюсь объяснять не надо начинается иван солдатенко вы первый день у нас на ю тубе или что чат не в синих ключах синими значками обозначены два моих модератора вот и все это модераторы канал которые следят за дисциплиной провинциалка видимо было невыгодно спасать до татьяна я думаю вы вы мыслите в верном направлении так скажу пока предварительно драга стойкой что спасать нечем было я с вами согласен к сожалению но тут еще сказались конструктивные особенности лодок этого класса этого типа сожалению но понимаете вообще трагедия курска это наложение очень многих факторов которые сошлись в одной точке думал как хотите думаете о мистике о чем-то другом ну факторы нам прошу прошло наложение факторов и вот все вместе все эти наложившиеся факторы привели к трагедии безусловно был главный фактор решающий который привел к этому его я сегодня тоже назову это не взрыв торпеды в торпедном отсеке как нас уверяют да ирина девяткина модератор общается чат с ним создают комфортную атмосферу за что особая благодарность модератором совершенно верно да драган стойкач было такое и я смотрю в чат отвечаю на вопросы но сегодня будет рассказ трагический долгий интересный у нас регламент такой вы первый раз видимо на канале больше таких вопросов пожалуйста не задавайте сначала я выполняю заявку рассказываю историю потом во второй части я отвечаю на все вопросы своих подписчиков в чате обращаю ваше внимание слово на все вопросы вот такой регламент работы но даже сейчас когда собираются зрители мои постепенно опоздавшие обращаю ваше внимание я тоже отвечаю на некоторые вопросы которые возникают о чем-то советуемся о чем-то беседуем пока так сказать на отвлеченные темы так или иначе мы общаемся а модераторы нужны для того чтобы не было грязи и оскорблений и так далее всего в чате вот и все надеюсь вам солдатенков я второй раз вам не придется это рассказывать и у нас алдатенков то что я обещаю я всегда выполняю все мои подписчики и зрители прекрасно об этом знают придет с уроком и услышите рассказ про кёнигсберг вот и все светлана лебедева подошла светлана лебедева здравствуйте давно давно вас не видел в чате совершенно верно всему свое время дойдем и до кёнигсберг светлана лебедева олег у меня отключили google сервисы но печально светлана лебедева ничего себе не повезло печально но я рад что вы вернулись на на мой канал сегодня пришли спасибо видимо удалось решить проблему я так понимаю а у знакомый светлана лебедева вышла в эфир через у знакомых понял понял вас понял спасибо светлана лебедева что находясь даже где-то в гостях вы пришли на наш канал спасибо анатолий игревский здравствуйте да светлана лебедева я я помню вас вы мой подписчик постоянный спасибо большое уверяю вас вы не зря сегодня пришли на мой канал сегодня вы услышите очень много интересного интересного познавательного заставляющего задуматься о многих вещах творимых в этом мире да давайте буквально несколько минут так не будем затягивать и будем начинать рассказ у нас будет длинный интересный да ирина девяткина я уже в нетерпении начинайте пожалуйста олег да ирина девяткина у нас должна еще эльмира валиева подойти из кыргызстана жду ее потому что этот стрим по заявке эльмира валиева тоже просила меня рассказать давно дана лебедева олег знаю у вас все темы подачи и тем интересность спасибо за работу понял вас светлана лебедева вам спасибо за ваши слова еще приходите всегда на мой канал здесь будет вам интересно уверяю вас да давайте потихонечку зрители уже собрались будем начинать сейчас секундочку у нас тут беда 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 Продолжение следует... Так, собираются уже лайки. Спасибо за лайки, кто поставил. Кто не поставил, можете добавить лайк ещё. И сейчас уже будем начинать. Андрей, Андрей подошёл. Давно вас не видел, Андрей, Андрей. Помню вас. Олег, привет из Питера. Работа. Концовку посмотрю в записи. Понял тебя, понял. Спасибо, Андрей. Помню. Я всех своих подписчиков, зрителей помню. Потому что не все приходят, кто-то родной работе, не у всех есть возможность прийти. Да, Андрей, если лайк поставить, спасибо вам. Так, всё, будем, наверное, начинать. Уже зрители собрались. Собрались. Ну, я думаю, Эльмира Валиева подойдёт ещё. Всё-таки она хотела послушать про Курск особенно. Давно хотела. Хочется, чтобы человек тоже послушал. Всё, хорошо. Давайте ещё одну минуту и будем начинать. Со всеми поздоровались, пообсуждали понемножку. Андрей, Андрей, не всегда попадаю на стрим, в записи смотрю почти всё. Всё круто. Да, Андрей, спасибо тебе, что смотришь в записи. А если бы ты ещё комментарии написал, было бы вообще прекрасно. Потому что, кто не знал, ваши комментарии под стримом помогают продвигать канал выше в очереди на Ютубе. Поэтому, чем больше комментариев будет написано, тем лучше. Тем лучше для канала, для продвижения канала. Да, Драгон, наверное, слушает. Надеемся. Может, в дороге, может, на работе. Может, в очередной экспедиции, как у нас в Любит Эльмира, путешествовать. Да, давайте, начинай. Всё. Ирина Девятовна, комментарии под видео. Вот, если вы после стрима напишите комментарий, то есть, в своих впечатлениях о стриме, чем больше комментариев, помогают продвигать канал в очереди. Понимаете? Очень важно. Я понимаю, не все любят писать комментарии. Но, если есть возможность, моя просьба, напишите, пожалуйста. Так, Николай Химич, Киев, Украина. Подошёл, приветствую. Дачные работы. Понял, на даче, Николай Химич, тяжело сейчас. Ну, что поделаешь. Огороды спасают, помогают. Да, Ирина Девяткина, спасибо вам большое. Так, всё. Итак, мы начинаем. Давайте, люди собрались. Начинаем. Так, друзья, в чате пока писать ничего не надо. Модераторы, следите за дисциплиной в чате. Итак, мы начинаем наш трагичный рассказ. Единственное, давайте я всё-таки напомню про конференцию, которая состоится 14 мая. Татьяна Тади, город Пушкин, Ленинградская область. Татьяна, здравствуйте. Да, вы успели, я уже хотел начинать. Сейчас напомню про конференцию 14 числа и начнём. ПО, 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 ПО Да, посмотрите, уважаемые подписчики и зрители, в чате я написал про конференцию. Номер в WhatsApp, нужно будет сообщение, не звонить туда, написать, что вы точно будете на конференции, то есть подтвердить свое присутствие, чтобы организатор Дмитрий Ильич Киреев знал, сколько будет людей на конференции в качестве зрителей, делегата конференции. Поэтому напишите, пожалуйста. Сбор 8.45 утра, 14 мая, напоминаю, возле Маринс Парк Отель, улица Челюсткова, 106. Кто не знает, где Маринс Парк Отель, приезжайте, если вы на поезде с вокзала ЖД выходите на привокзальную площадь и напротив увидите огромное здание в 300 метров, огромное большое здание, это Маринс Парк Отель, его видно. Вон один там высокий, высоченное здание стоит. Сбор возле этого здания, то есть там на улице, на лавочках, там есть лавочки, можно посидеть, отдохнуть. Собирайтесь с утра, пожалуйста. Да, Элина Войтова тема интересная, сильно переживала, до сегодняшнего времени таится загадкам. Да, мы тоже переживали, конечно же, Элина Войтова. Да, только не собрание, а конференция это называется. Собрание не будет. Давайте называть ВИЧИ своими именами. Итак, мы начинаем. Сергей Петров, здравствуйте. Ну, Иван Солдатенко, мы ее называем конференция, а не собрание. Я еще раз говорю, формулировки должны быть точные. Если бы это было собрание, мы бы объявили, что это собрание, но это конференция. А конференция и собрание это разные вещи. Не надо путать, пожалуйста. Даган Стойкович, ну, дойдем и до Конгресса когда-нибудь, дай бог. Спасибо за пожелание стать Конгрессом. Так, сейчас, секундочку. Итак, вот на экране вы видите, как выглядела эта лодка проекта 949 Антей. 949, а, простите, он подводный крейсер, да. Сергей Строков, город Канск, Красноярский край. Приветствую тебя. Да, успел. Сейчас мы, Ирина Девяткина, попробуем разгадать тайну. Итак, обычно все внимание публики приковывают к себе подводные лодки стратегического назначения. Но все вы понимаете, которые несут межконтинентальные ракеты, то есть ядерный щит каждой страны. Это объяснимо, что субмарина несет десятки мощных ядерных боеголовок. Естественно, она не может не впечатлять. Однако, кроме крейсеров стратегического назначения, в подводном флоте не менее значимую роль играют подводные лодки проекта 949А Антей. Это своеобразный аналог всем известных надводных ракетных больших крейсеров. Только это подводные крейсеры ракетные. Еще проект 949А Антей называют убийцами авианосцев. То есть подводная лодка этого класса способна уничтожить своими ракетами целую ударную авианосную группу. Все вы знаете, что в ударную авианосную группу обычно всегда входит один большой авианосец, два вспомогательных и корабли охранения. То есть также ракетные крейсера, корветы и так далее. Так вот, всю группу, один Антей может уничтожить всю группу. Вот представьте ценность этой лодки. Недаром его называют до сих пор убийцами авианосцев. Напоминаю, эти лодки до сих пор состоят на вооружении военно-морского флота Российской Федерации. Итак, атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 949А Антей. Что интересно, стоит подводная лодка проекта Антей 226 миллионов рублей в конце 90-х годов. То есть перед распадом Советского Союза она стоила 226 миллионов рублей. К примеру, американский авианосец типа «Нимец» стоил в 10 раз дороже. Итак, полная длина Антей. На схеме вы видите эту лодку на рисунке. Вот так она устроена. То есть курс был таким. Это проект лодки. Длина этой лодки 154,8, в общем, 155 метров. Ширина ровно 18 метров. Осадка в крейсерском положении носом 9,1 метра. То есть вниз по линию воды уходит 9,1 метра корпуса судна. Понимаете? В носу 9,1, на миделе это в середине 9,3 метра, на корме 9,5. Понятно. Что интересно, высота всей лодки от киля до верха ограждения рубки 18,3 метра. То есть это шестиэтажный дом. Представьте себе, шестиэтажный дом, это вот высота на картинке, высота всей лодки. До края рубки, понимаете, да? Выдвижные антенны устройства не считаются. То есть до края рубки шестиэтажный дом. Плюс выдвижные антенны устройства, все увидите. Это командирский компас, зенитный компас, антенна и так далее. 10 выдвижных устройств всего в рубке проекта этой лодки. Что интересно, вот вы на рубку, если посмотрите, такое в серединке немножко наверху выпуклость идет, полукруглая. Вот эта выпуклость, это называется всплывающая спасательная камера, центральная. В этой камере могут поместиться 120 человек, то есть практически весь экипаж лодки. Размещается со специальными аппаратами дыхательными. Эта камера отстыковывается и, допустим, может со дна где-то всплыть. То есть экипаж имеет возможность спастись весь, причем сразу. Разместившись в этой всплывающей спасательной камере. Ну, предусмотрена безопасностью. Всего успели построить 11 подводных кораблей этой серии. Что интересно, 8 из которых в настоящее время несут службу в составе военно-морского флота России на Северном и Тихоокеанском флоте. Две лодки К-148 Краснодар и К-173 Красноярск были утилизированы. Каждый из антеев на сегодня носит название одного из российских городов. К-119 это Воронеж, К-132 это Иркутск, К-410 это Смоленск, К-450 это Тверь, К-442 Челябинск, К-266 Орел, К-186 город Омск и К-150 город Омск. То есть 8 антеев до сих пор продолжают свою службу. Это убийцы авианосцев, напоминаю. Одна лодка способна уничтожить целое соединение во главе с авианосцем. То есть у нее хватит вооружения и сил. Основное оружие у антеев противокорабельные ракеты ПКР-П-700 Гранит. Ракетные контейнеры расположены по обеим сторонам рубки вне прочного корпуса лодки. То есть понимаете корпус лодки в середине находятся все жилые помещения и они отделены от внешнего легкого корпуса, где находятся эти шахты. То есть они изолированы от жилых отсеков. По бокам рубки находятся по 12 с каждой стороны, то есть 24 всего ракеты. Что интересно, по штату положено даже в мирное время. Четыре ракеты всегда будут быть должны с ядерными боеголовками. Шахты расположены под углом в 40 градусов. Так, Татьяна Баталова, здравствуйте. Глубина выстрела этими ракетами до 50 метров. То есть лодка с 50 метров может уже не всплывая ударить ракетами по авианосцам. То есть не появляясь на поверхности. На скорости до 5 узлов. То есть со скоростью 5 узлов она может под водой двигаться и уже начинать стрелять. Сначала открываются внешние щиты, обтекатели. Затем ракетные крышки отдельно. Водой выравнивается давление, открываются крышки. И с интервалом в 5 секунд все граниты стартуют из-под воды. То есть одна стартанула, 5 секунд, следующая пошла. Всего 24, напоминаю. Что интересно, ракеты несут обычную. То есть тротил заряд массой 750 килограмм. Это очень много, почти тонну. Либо ядерную боевую часть, обращаю ваше внимание, 500 килотонн. Кто помнит, бомба сброшенная на Хиросиму имела заряд 20 килотонн. А здесь одна ядерная боеголовка гранитами может оснащаться 500 килотонн. Вот представьте, мощь этой ракеты. А их 12 на борту. Что интересно, дальность стрельбы составляет 550 километров. Это очень солидно, я вам скажу. То есть не приближаясь к авианосному соединению, Антей может долбануть и уйти сразу же. Скорость ракеты в полете 2,5 метра в секунду. Значит, кроме гранитов, лодка имеет торпедное вооружение. То есть 4 торпедных аппарата калибра 533 миллиметра и 2 калибра 650 миллиметров. Кто не знаком с техническими характеристиками, поясню, что такое калибр торпедного аппарата. Грубо говоря, торпедный аппарат, все вы понимаете, это желоб, куда загружается торпеда. Грубо говоря, труба. Так вот, диаметр этой трубы позволяет загрузить торпеду толщиной 533 миллиметра, 4 аппарата, а 2 – 650 миллиметров. И то есть еще будет расстояние до стены, понимаете, что можно было выстреливать сжатым воздухом, дальше двигатель запускается, торпеда сама пошла. Вот такой толщины эта труба. Таких труб 6, все они находятся в носу лодки. То есть торпедный отсек, первый отсек. Отсеки считаются всегда от носа лодки, то есть первый отсек, он всегда торпедный. Что интересно, из этих же торпедных аппаратов можно выстреливать ракеты-торпедами типа ВА-11, 111 «Шквал», всем на слуху, все у которых, то есть это ракета-торпеда, не просто торпеда. Курск был заложен на Севмаши в 1990 году, принят в эксплуатацию, обращаю ваше внимание, 30 декабря 1994 года. То есть на момент своей гибели он 16 лет успел поработать. Из 1995 года по 2000, то есть 5 лет, он был в составе Северного флота Российской Федерации. Основной базой в поселке Ведяево. Так, давайте дальше посмотрим, потом к этой картинке с вами еще вернемся, потому что требуется еще пояснение. Ну, здесь вы на картинке все видите, по бокам отрубки вот эти торпедные шахты с гранитами под углом, то есть открывается внешняя крышка, там еще одна крышка находится. И вот он может с глубины 50 метров стрелять ими. Ну, а в носу все вы видите, носовая часть торпеды расположены. Запас 24 торпеды всего, 6 аппаратов. Вот так выглядит Курск. На корме вы видите сверху, то есть корма, задняя часть лодки. Красненьким обозначен, это буй лодки, спасательный буй, который должен выброситься при аварии и показать местонахождение лодки. То есть он плавающий, не тонущий, он цепляется специальным ключом, выстреливается и всплывает, естественно. И фиксируется на месте, показывают. То есть там расположен передатчик на аккумуляторах, он выдает радиосигналы, чтобы можно было навести корабли туда. Ну, а дальше после радиобоя, к самой корме у оперения, значит, рулей глубины кормовых передатчиков. Вы видите белый лючок такой небольшой, вот этот люк 9-го отсека как раз. Это спасательный люк, это 9-й отсек вообще отсек живучести. То есть это место спасения, вот этот люк как раз предназначен для того, чтобы из-под воды отсюда выходили подводники при каких-то авариях. Вот про этот 9-й отсек, вот про этот люк мы с вами еще поговорим не один раз. Так, идем дальше. Это очень важно сегодня нам будет, про 9-й отсек, где, все вы знаете, 23 моряка укрылись последних и оставшихся в живых на Курске. Так, вот сам курс, так выглядел, посмотрите, вот этот Антей проекта 949А. Вот такой был Курск, который ушел 12 августа в свой последний поход и не вернулся, уже сюда к причалу. Это бухта Ведяева, причал специальный для лодок, Антей, вот он. Вот такой был Курск, атомная подвозная ракета, но есть убийца авианосцев. Так, сейчас мы продолжим. Секундочку, просто хочется фотографии вам сразу показать. Ирина Девяткина, что за флаг на фото? Ирина Девяткина, это флаг нашего военно-морского флота. Это военный флаг, да. На кораблях, то есть смотрите, их два всегда. Первый, это вверху Андреевский идет, и военно-морского флота наш флаг. Эта традиция перешла с флота еще с первых наших кораблей, с того флота флаг вернулся. Все вы знаете, раньше у нас были красные флаги, серпом и молотом, потом вернули традиционные флаги флота, приняли. Так, сейчас, секундочку, пойдем дальше. Друзья, вот я сегодня вам зачитывал, значит, восемь кораблей Антеев, которые в строю. Вот один из них, Омск, посмотрите. Это брат-близнец Курска, он до сих пор в строю, введя его, работает на северном флоте. Вот я зачитывал вам. Омск у нас. Номер имеет, флотский номер К-186 крейсер, атомный подводный крейсер, К-186 Омск. Так, давайте еще посмотрим. Так вот он выглядит возле причальной стенки. Что интересно, слева из-за Омска видна лодка другого проекта. Это охотники за подводными лодками. Кто не знал, тип вот лодка, которая за Омском стоит, это охотники, это убийцы подводных лодок. У них предназначение уничтожать ракетные крейсеры подводные, ракеты, стратегические крейсеры. То есть там мощнейшее торпедное вооружение именно для уничтожения вражеских подводных лодок. Такая же лодка проекта Гепард была. Одна из лодок Гепард называется этой серии. Ну, это так, из истории, так скажем. Тоже до сих пор состоят на вооружении. Антеи это лодки третьего поколения, напоминаю, были. 949А до сих пор они состоят на вооружении. Что интересно, запас у них такой мощный, вы представляете? Они будут сохранены в нашем флоте и сохранены. Единственное, вместо ракет Гарпун они будут оснащены новыми комплексами типа Оникс. Это новейшие суперсовременные комплексы, которые только-только становятся на вооружении. И вот все Антеи будут перевооружены Ониксами. Об этом уже заявлено. Как бы информация не секретная, поэтому везде об этом пишут. Гарпун будут ракеты отсюда извлекаться и ставиться уже. То есть дооснащаться на заводу будут Ониксами. Менять ничего не надо, корпус менять не надо, шахта те же самые остаются, только будут загружены Ониксы. С новыми уже параметрами, естественно. Ониксы они помощнее, чем граниты. Их также будет 24. Так, секундочку. Вот о чем я говорил. 8 у нас лодок осталось Антеев на сегодня, которые в строю. Вот они у причальной стенки вы видите. Слева видите лодку Смоленск, справа Воронеж. Вот это тоже Антеи, такие же, как Курск, Близнецы-Братья. Один в один. 949А проекты. Тоже Ведяево, кстати, вот по местности вижу бухту. Это северный, Краснозаменный Северный флот наш, Российской Федерации. Вот стоят у причальной стенки. КА-410 Смоленск и КА-119 Воронеж. Вот они на вашей экране. Грозная сила нашего Северного флота охраняет наши рубежи. Дай Бог, чтобы все было нормально. И пока у нас есть такие лодки убийц-авианосцев, у нас граница будет на замке. Сергей Петров, да, мог оговориться, гранит ракеты называется, да. А про гарпун я знаю, Сергей Петров, спасибо. Конечно же, я знаю все про гарпун. Можно оговориться, ничего страшного, я не компьютер. Идем дальше. Вот как эти ракеты расположены в легком корпусе по бокам рубки. Вот они все, вы видите. это уже открыта вторая крышка, то есть внешняя крышка поднимается, потом вторая самой ракетной шахты. И вот это самая ракета гранит, напоминаю, с дальностью 550 километров. Убийца-авианосцев. Их 12. грозные силы, грозные силы, между прочим. Напоминаю, четыре ракеты всегда, даже в мирное время, на случай войны оснащены ядерной боеголовкой 500 килотонн. Вот эта ракета, гранит в контейнере. по одной загружаются. Вот так она полностью выглядит. Ну, они в открытом доступе, эти фотографии, поэтому как бы не являются секретными. Они давно на вооружении у нас 80-х годов состоят, поэтому. Ну, это командир лодки Курск, капитан первого ранга Геннадий Лячин. Рапортует, вот они вернулись из очередного похода, рядом стоит с торпом, и рапортует к командующему флотом. Обычно всегда встречает командующий по традиции каждую лодку о выполнении боевого задания. Напоминаю, в автономное плавание лодка ходит от 4 месяцев до полугода, то есть автономно 4 месяца официально, но до полугода подняли у каждого антеля. То есть полгода он может вообще не заходить в базу. Напоминаю, кетоносец атомный, имеет 2 реактора на борту, поэтому, как говорится, хватает возможностей атомной лодки. Вот такой был командир этого славного Курска, который не виноват совершенно в этой аварии страшной, пытаются на него навесить. Один из лучших командиров, кстати, нашего, не просто подводного военно-морского флота, я об этом вам еще расскажу. Именно он и его экипаж, курс был вырван для того, чтобы наша лодка ушла единственная на тот момент боеготовная, потому что всем флотом северным готовили эту лодку, отдали все, что могли из-за нищеты нашей. Единственная лодка наша страна смогла выставить в Средиземное море, и она там выполняла боевую задачу. Об этом мы еще впереди расскажем. И вот за этот подвиг Геннадий Лячин получил звание Героя России. не за то, что лодка погибла, пожалуйста, прошу понять правильно, я расскажу еще об этом, а за свой подвиг. А какой он совершил подвиг, он и его экипаж, я расскажу, в Средиземном море. Напоминаю, это был 99-й год. Он был представлен, то есть написали представление командования в Москву на предсвоение звания Героя России. Просто, к сожалению, у нас звание очень долго присваивается, бумаги, бюрократия вся ходит. И к тому времени, когда звание присвоили, к сожалению, Курск уже погиб. Но свое звание он получил еще был живым. Геннадий Лячин. Один из, вот посмотрите его лицо, это напоминает один из лучших командиров подводного флота всей России. Потому что он один мог сделать то, что ни один командир в то время не смог сделать. Я вам расскажу, что он сделал в Средиземноморе. Вот этот человек с экипажем. Пока посмотрите его мужественное лицо. Этого человека нет в живых, но тем не менее помнить его надо. Он вместе с экипажем сейчас покоится на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. В начале аллеи большая стелла стоит там. Его портрет на граните и звезда Героя России. Итак, 12 августа 2000 года происходит самая страшная катастрофа в истории российского подводного флота. В Баренцевом море погибает атомная подводная лодка проекта К-141 Курск. По версии следствия на крейсере взорвалась торпеда. А почему это произошло до сих пор неизвестно. То есть следствие сказало сами виноваты сами взорвались все. Никто не все сами сами виноваты все погибли все. Нет ответов на другие важные вопросы сколько времени оставались живых моряки заперты в 9 отсеке подлодки и можно ли было их спасти. Итак четверг хронология трагедии четверг 10 августа 2000 года Курск выходит из губы западные лица и выдвигается в район учений Баренцево море. Что интересно для этого выхода на борт кроме членов экипажа поднялись офицеры штаба дивизии. люди не военные сейчас поясню то есть есть дивизия такое соединение воинское в дивизии находятся 8-10 подводных лодок все лодки сведены в дивизии есть первая дивизия вторая и так далее две дивизии это получается большее соединение флотилия называется именно подводные лоды и вот офицеры штаба одной из дивизий куда был приписан Курск пошли в этот поход потому что были учения знаковые видимо офицеры хотели тоже быть причастными штабные офицеры из кабинета решили сходить с Курском на эти учения и что интересно в этот поход отправился военный представитель инженер завода Даг Дизель пожалуйста не забудьте эту фразу мы с вами еще не раз вернемся военпред инженер завода Даг Дизель необычное почему-то на учение пошел военпред инженер завода я расскажу в дальнейшем давайте это не забывать и так к тому моменту всего на борту оказалось 118 человек кресель загрузили штатным вооружением 24 ракеты гранит две из которых были практически напоминаю когда идет слово практически боеприпаса он идет без боевой части то есть для стрельбы именно учебная стрельба без боевой части так вот две ракеты гранит были без боевой части также было 20 боевых и одна практическая торпеда калибра 533 миллиметра то есть практически тоже без боевой части была торпеда кроме того было две боевые и одна практическая торпеда калибра 650 миллиметров то есть калибром побольше не зафиксировано сколько было ракета торпед типа ва-111 шквал на борту курска но очевидцы докладывают что несколько ракета торпед шквал было загружено дальше 11 августа 12 часов курск успешно обращаю ваше внимание выполнил стрельбу практической то есть без боевой части ракеты гранит то есть гранит попал в мишень все как положено были учения и курск уходит на глубину и переходит в район где планируется второе второе упражнение для учений это торпедной стрельбы 6 утра 12 августа курс занимает назначенный район для торпедной стрельбы в роли условного противника приходит должен быть прийти отряд российских боевых кораблей во главе с флагманов тяжелым атомным ракетным крейсером пётр великий кстати напоминаю на котором в этот момент находился командующий северным флотом попов он же руководил учениями так валентина чернова подошла здравствуйте итак продолжаем хроника трагедии 12 августа в 8 часов 35 минут курс наносит условный удар боекомплектом ракет по всем кораблям то есть понимать что такое условный удар это не пуск сам по себе вводится все данные целей выводится на экран и до команды пуск все это продолжается в прицеле все команда пуск условная сама по себе то есть кнопки не нажимаются но корабли попадают в цели указания соответственно считается уничтожен условно уничтожен все курск ударил по этому соединению дальше 851 командир курска геннадий лячин доложил об этом на кп северного флота то есть на петр великий и также доложил что готов приступить торпедной стрельбе получил команду торпедной стрельбы начинать что интересно это было последнее донесение с курска бог больше лячин не не отвечал обращаю ваше внимание время в 1851 получает команду начать стрельбу и ничего смотрите в 11 30 гидроакустики петра великого зафиксировали звук предположительно подводный взрыв затем по корпусу петра великого пришелся мощный гидродинамический удар в борт сам петр великий немаленький крейсер тяжелый атомный встряхнула так словно это был легкий баркас они огромный корабль водоизмещение 26000 тонн то есть вот огромный корабль просто бросила что интересно гидродинамического удара у членов экипажа петра великого подогнулись колени а многие упали рассказывают очевидцы гидроакустик петра великого лавренюк дал такие показания я услышал хлопок из динамики почувствовал что по кораблю прошел гидродинамический удар который выразился в в мощном дрожане корпуса петра великого на мой взгляд это был внешний динамический удар я доложил в боевой информационный центр на ходовой мостике на центральный командный пункт где в то время находился командующий 7 флотом попов но что я получил ответ не паниковать и не обращать внимание это разворачивает какую-то антенну что интересно гидродинамический удар потряс корпус подводного кресла стратического назначения кашка 18 карелия который тоже принимал учая участие в учении и готовился запуску баллистической ракеты r29 rm по учебной цели на камчатке карелия находился в 80 километрах от места взрыва курска и все равно ее тряхнуло командир карелии срочно позвонил на петр великий сообщил о каком-то динамическом ударе что интересно на допросе прокуратуре бывший командующий северным флотом а теперь член совета федерации вячеслав попов будет отрицать факт доклада акустиков петра великого зафиксированным на курске взрывах и докладе командира карелия на гидродинамическом ударе сотрясший корпус корабля все это попов объяснит развертывание радиолокационной антенны когда об этих показаниях стало известно гидроакустику петра великого лавринюка его обвинили в подлоге опытный гидроакустик даже расплакался от обиды я говорю я лично докладывал на мосте командующему северным флотом я слышал его голос и теперь и теперь оказывается я не докладывал сказал расстроенный лавринюк что интересно норвежская сейсмическая станция arsis который находится в 470 километрах от места происшествия зафиксировала два толчка два взрыва что интересно первый взрыв мощностью был до 200 килограмм в тротилном эквиваленте и он был на глубине 40 метров а мощность второго на глубине 100 уже метров оценил ли в 5 тонн тротила вот обращаю ваше внимание на первый взрыв который норвежцы зафиксировали мощность 200 килограмм тротила на глубине 40 метров мы с вами к этому еще вернемся и так за из материалов официального следствия следствие не знаю здесь прозвучало значит наследственным следствие незнание адмиралом поповым его подчиненными конкретной обстановке невыполнение требований руководящих документов в мф случае отсутствия всплытия подводной лодки восстановленное время надводное положение а также из-за принятия ошибочных решений адмирала попова процессе ожидания всплытия подводного крейсера он был объявлен аварийным с опозданием на 9 часов что явилось в конечном случае фатальным для оставшихся в живых 9 23 моряков только в 23.30 пол 12 напоминаю команда не северного флота официально признала что было уже понятно всем морякам что курс не вышел на связь что на курске произошла авария и тогда только в москву последовал первый доклад напоминаю прошло уже больше 12 часов только не соизволили в москву доложить министр обороны узнал о происшедшем 13 августа в 0.30 то есть пол первого ночи президенту россии владимиру путину заложили уже в 7.15 утра 13 августа 14 августа в 11.00 командование российского флота сделала первое публичное заявление в сми что подлодка курс легла на дно и с ней нету связи что интересно узнав об аварии 14 августа англия норвегия сша сразу же предлагают россии свою помощь спасательной операции но главком в маф на тот момент адмирал владимир кураедов отказывается от иностранной помощи и впервые именно он запускает насквозь лживую невероятно живучую версию а якобы имеющим каком-то столкновении курска с иностранной подводной лодкой вечером 14 августа делает заявление вице-премьер или а клебанов который говорит россии не нужна помощь других стран а имеющийся у флота технические возможности по своему уровню не хуже американских мы справимся сами напоминаю это заявил вице-премьер или а клебанов то есть 14 лодка лодка второй день двое суток лежит на грунте ребята задыхаются эти делают все заявление зафиксировали зафиксировали идем дальше при осмотре лодки со вспыхаемых аппаратов выяснилось что апл воткнулась дно моря под углом около 40 градусов у нее разворочена носовая часть выведена из строя спасательная всплывающая камера которая находилась в рубке на следующий день 15 августа помощь россии по экипажа предлагает франция италия германия великобритания вновь главный штаб в маф отвечает что помощь не нужна мы справимся сами и 15 августа обращаю ваше внимание на третье сутки после лодка легла на грудь главный штаб маф официально сообщает о начале спасательной операции и так мы начинаем через трое суток у меня нет слов ладно идем дальше членов экипажа курска планируется эвакуировать с помощью спасать спасательных аппаратов имеющихся на тот момент а с 32 а с 34 приз и а с 36 16 августа эти аппараты восемь раз погружаются и пытаются пристыковаться комикс площадки девятого отсека об этом еще поговорим аппарата есть 34 приз сделал 13 посадок на комикс площадку аварийно-спасательного люка девятого отсека курска из этих 13 посадок пристыковаться не удалось ни разу причина основная причина была уже выяснена после подъема курска обращаю ваше внимание только после подъема курска выяснилось то есть когда люди уже погибли смотрите зачитываю отчет комиссии на курске а также на всех лодках оказался конструктивный недостаток опорное кольцо комикс площадки было утоплено в палубу надстройки понимаете да чем я говорю то есть нижнее кольцо за где упор находится специально для открытия находилась ниже и получается когда приз туда пристыковывался герметичности не получалось для того чтобы приз мог пристыковаться значит должно кольцо выступать на 5 10 миллиметров всего лишь представляете 5 10 миллиметров решила судьбу и что интересно во время ходовых и государственных испытаний лодки когда ее после строительства принимал флот никто почему-то не удосужился проверить возможность пристыковки спасательного аппарата комикс площадки на курске просто подписали акт и приняли лодку в эксплуатацию вопиющая безалаберность идем дальше ответственность ответственность за это несут и проектант крейсера цкб рубин естественно но в том числе и флот флот же принимал эту лодку и нигде было не нигде не было указано что проведены испытания по пристыковки подводного аппарата а эти испытания проводятся всегда недаром написано правило написано кровью вот эти правила написано кровью наших моряков курска приз раз за разом пытается пристыковаться но безрезультатно командир приза чуть не плачет аккумуляторы сели но невозможно пристыковаться нет герметичности спросили генерального конструктора цкб мт рубин игоря баранова который проектировал и строил курс он сообщил что воздуха на apel хватит всего на 5-6 дней обращаю ваше внимание он это заявил 16 августа через четыре четверо суток курск лежал на дне он заявил что за воздуха хватит на 5-6 дней то есть грубо говоря в момент вот этого заявления воздух осталось на грубо говоря на два дня понимаете да даже не суток и так 16 августа 15 часов президент россии владимир путин заявил что ситуация с подобной лодкой курс тяжелая уже критическая но флот располагает всем необходимым арсеналом средств для спасения и попытки пристыковаться будут продолжены но 16 августа концу дня все три спасательных наших судна в том числе и приз вышли из строя перестали быть пригодными к спасению то есть флот остался вообще без одного аппарата они все все трое вышли из строя 17 августа к месту трагедии направляется наконец-то норвежское судно сиевые игл с глубоководными водолазами на борту и транспортное судно нормал пионер с британскими специалистами и специальным оборудованием выходит из норвежского порта трендхейм 18 августа операция продолжается силами спасателей но результата по-прежнему нет водолазы просто погружаются и ходят по корпусу курска но проникнуть туда они не могут без специального аппарата напоминаю 20 августа через восемь суток после того как курс лег на грунт напоминаю восемь дней больше недели норвежское судно подходит 20 августа в первом часу ночи норвежские водолазы сразу же несмотря на ночь спускаются курску и обследуют на предмет повреждения наличия воздушных подушек кормовых отсеков норвежцам удалось разблокировать вентиль аварийно-спасательного люка в девятом отсеке но проникнуть на лодку сразу им не удалось чтобы отодвинуть кольцо нужен был специальный ключ которого не оказалось на российском военно-морском флоте тогда норвежцы у себя на борту срочно изготавливали специально изготавливать специальный ключ для скрытия люка и 21 августа напоминаю прошло девять суток 21 августа утром норвежским водолазам удается вскрыть верхний спасательный люк девятого отсека при попытке проникнуть через люк шлюз в шлюзовой камере обнаружен российский моряк в гидрокомбинезоне тело его было извлечено это оказался трюмный трюмный специалист мишман бачков который пытался выйти из девятого отсека но так там и остался 15 27 21 августа норвежцы внутрь судна подлодки ввели видеокамеру с помощью которой попытались определить состояние всего девятого отсека пыл и передали изображение штаб северного флота в этот же день в 17 часов выступил начальник штаба северного фото вице-адмирал моцик и официально подтвердил факт гибели экипажа АПЛ К-141 Курск то есть все погибли напоминаю это было 21 число через 9 дней после того как Курск лег на грудь от взрыва 9 дней это с помощью норвежцев и англичан удалось проникнуть 9 отсек а что же в девятом отсеке но при давайте вернемся все-таки клячину давайте у нас будет повествование немножко как бы из времени будем менять немножко передвигаться вот капитан первого ранга галячин давайте вернемся и вспомним за что он получил звание герой российской федерации и так вернемся немножко назад 1999 год март месяц напоминаю в марте начались ковровые бомбардировки в сербии самолетами нато то есть в основном американские но английские естественно тоже российской федерации нужно было срочно обозначить свое присутствие в этом регионе в Средиземном море ни одной лодки выйти в тот момент не могло потому что состояние флота было разрушено не было топлива не было других комплектующих чтобы оснастить хотя бы одну лодку для столь дальнего автономного похода и только северный флот общими усилиями смог снарядить наконец-то Курск который пошел в одиночку что никогда не делается лодки всегда парами ходят напоминаю но Курск пошел в одиночку на боевую службу в Средиземном море и находился там с августа по октябрь то есть три месяца отечественный военно-морской флот к тому времени давно перестал заниматься подобными маневрами и учениями корабли ржавели и простаивали в базах не было денег ни на что не было денег платить даже зарплату этим морякам боеготовность кораблей лодок снизилась полностью практически до нуля нечем было платить зарплату вместо денег морякам выдавали продукты которые они уносили своим семьям дома поэтому то что нервировать базирующий Средиземном море 6 американский флот отправили именно именно экипаж геннадия лячина говорит в пользу того что его считали лучшим на тот момент по водном флоте россии и курс наиболее был тогда готов к этой службе что сделал курск российским морякам удалось срывать устойчивое слежение которую пытались установить за ними американцы несколько раз курску удалось проникнуть боевое охранение авианосного 6 флота сша и даже подныривали под самый авианосец и на и шли таким же курсом с такой же скоростью и американцы даже не чувствовали нахождение нашей лодки в условиях военного времени это считалось бы гибелью этого авианосца американцы не догадывались лячин придумал поднырнул под авианосец вместе с ними ходил средиземном море несколько суток обращаю ваше внимание представляете напряжение какое нырнул под американцы несколько суток шел с ним и те даже не расчухли ни гидроакустика американской вообще никто то есть они принимали шумы винтов курска за свои шумы его спокойно в ордере по ходам ордере шел корабельном вместе с авианосцем то есть это прямое уничтожение если бы военное время было курс все бы это первым авианосец уничтожил потом остальные все корабли один курс вот представьте какой подвиг совершил геннадий лячин человек который на экране сегодня вот как рассказывал после об этом геннадий лячин были настолько напряженные моменты когда после сеанса связи мы принимали целеуказание выйти выйти на американский авианосец и лодка наша была готова к выполнению самых неожиданных маневров и вообще боевых задач если бы они поступили из главного штаба флота скажу вам больше образно говоря мои руки были на кнопках пуска ракет вспоминал он оставалось запустить процедуру и граниты бы пошли на американское соединение в октябре по возвращении курска на базу геннадий лячин представляется званию героя россии врачи ваше внимание а 72 члена его экипажа представляются к орденам но за девять месяцев до их гибели что интересно никто своих орденов не увидел и геннадий лячин не увидел свои звезды честно завоеванные в этом походе вот так у нас подвиг совершили никто не наградил их всех наградили лишь потом посмертно в ноябре 99 года напоминает а после похода лячина в среземное море было решено расширить присутствие российских военных кораблей по подлодок в мировом океане это несмотря на то что флот продолжал по инерции катиться под откос в те годы подводникам задержали зарплату да и зарплата если честно была копеечной примеру представлены звание героя россии геннадий лячин капитан первого ранга командира атомно-подводного крейсера получал всего 6000 рублей в месяц столько же получал в то время машинист петербургского и московского метро вот представьте дошло до того что в гарнизоне видяева в пятиэтажных старых хрущевках перестали перестали подавать отопление в дома или семья лячина грелась самодельной электрической батареи чтобы покормиться собирали ягоды грибы по округе до первого снега кроме того от голода спасали люди шефы которые были в городе курска они присылали морякам продукты посылки и моряки эти продукты уносили свои семьи введя его дошло до того что иногда у лячина даже дома не было хлеба вот так и жили что интересно после трефа три фуаль триумфальной боевой службы курска в средиземном море у командование закружилась голова пришло так называемое головокружение от успехов решили раз курск смог несколько суток держать под прицелом все авианосное соединение штуклота сша все решили вдруг что мы стали такими сильными все наши лодки теперь надо выгонять мировой океан и пусть они начинают гонять американцев для этого были стали проводиться многочисленные учения одно изучение было задумано в августе 2000 года с 10 по 3 по 13 августа который участвовал курс который стал для него последним в этом учении напоминаю было задействовано шесть российских подводных лодок 9 надводных кораблей а также 22 самолета 11 вертолетов 10 вспомогательных судов 10 береговых частей командование решило провести масштабное учение главное рапортовать в москву что все у нас в порядке то время когда семья командира крейсера сидела без хлеба но главное читаться в москву кровь из носу лячина напрягали выйти в море а курс был не готов но как офицер подводник он не мог не выполнить приказ и стал готовить курс по ходу как мог собирал экипаж а также получал необходимые припасы то же время все планы стали рушиться бардак начать просто начался еще до учений когда посчитали решили сэкономить попов решил что в учениях не нужны поисково-спасательные аппараты а из 36 бестер поисковая ас-15 кашалот и в состав учения не включены не были кураедов и попов решили что они вообще не понадобятся планом учения не были определены руководители спасательных работ по видам аварий что всегда делается не были назначены дежурные барокамеры флота автотранспорт для обеспечения поисково-спасательных работ грубо говоря корабли и лодки и самолеты вышли на учения а спасательные силы флота отсутствовали как таковые дошло до полного головотяпство аварийный бой курска все вы видели я показывал на рисунке красно-белый такой с который должен был отстреливаться автоматическом режиме сообщить сообщить координаты точные координаты характера повреждений не сработал оказалось что на лодке просто потеряли ключ для пуска этого боя хотя ключ при каждом выходе в море вставлялся но при спешном при спешной подготовке к учениям об этом как-то все забыли и курск вышел без этого ключа соответственно будет стыковать было нечем зато командующий флотом попов на стрельбах во время этих перинатальных учений решил не экономить ему очень хотелось доложить москву о том что экипаж лячина выполнил сразу два сложнейшие упражнения напоминаю два упражнения первое это пуск практической ракеты гранит по мишени и второе это торпедная стрельба но что интересно сам курска до этого не стрелял торпедами уже два года а слово не стрелял имеется ввиду что не было даже учений торпедной стрельбы они просто не проводились и виноват в этом не лячин а главный военный штаб который не включал в учебное расписание этот вид подготовки лячин исполнял ему приносили бумаги он делал то что написано в плане а торпедных стрельб в плане не было уже два года что интересно адмирал в отставке валерий рязанцев который входил в комиссию по расследованию причин гибели курска написал особое мнение в комиссии о том что курск реально был не готов к учениям и вышел по приказу командующего флотом естественно лячин не мог не выполнить приказ грубо говоря выход курска был полной авантюры наши спасатели написали в акте что пока на комикс площадку для стыковки спасательного аппарата не ступит нога водолаза никого спасти не было возможно а комикс площадка не могла никак пристыковаться что интересно катастрофа случилась в ходе учения на мил принципе на мелководье что что такое 108 метров для такого огромного крейсера длиной 154 метра кругом были наши корабли напоминаю 22 единицы и поэтому оставшиеся в живых собравшись в девятом отсеке 23 подводника все время подавали пока была возможность подавали сигнал и сос они были уверены что их скоро обнаружат и услышат глубина то всего 108 метров что интересно ребята стучали не одни сутки стуки были слышны 14 августа в понедельник что интересно адвокат борис кузнецов представляющий интересы родственников погибшего экипажа обратился в международную группу специалистов которые предоставили записи этих стуков среди этих специалистов были люди с нобелевскими премиями ученые однозначно сказали что это стучат живые люди позже это признал министр обороны Игорь Сергеев вы знаете стуки были 13 и 14 даже была составлена специальная картограмма этих стуков которые мы расшифровали получили короткий емкий ответ сос вода сос вода непрерывно выстукивали моряки это была уже оценка состояния моряков внутри девятого отсека которые были еще живы находились в отсеке очевидно уже стала поступать за бортную просачиваться за бортная вода поэтому они передавали сос вода сос вода все стуки записаны на аудионоситель поэтому это не выдуманная информация дальнейшая экспертиза показала что стучали люди именно под меж отсечной переборки только только такой звук получается при ударе металлическом ударе по меж отсечной переборке начальник штаба северного флота вице-адмирал михаил моцик говорил о том что сигналы сос поступали с курска и ночью 14 августа и вплоть до утра 15 августа некоторые сигналы были расшифрованы подводники просили срочно дать кислород и сообщали о поступлении в отсек воды последний стук был зафиксирован 15 августа после стуки прекратились напоминаю норвежцы открыли 9 отсек 21 числа смогли открыть что интересно в ходе следствия эти стуки подводников сос окажутся политически и юридически невыгодным и поэтому следствие начало превращать эти стуки в технические шумы хотя есть экспертиза подписана нобелевскими лауреатами что это стучали живые люди но следствие эту экспертизу организованную адвокатом кузнецовым не приняло эта экспертиза не зачитывалась при разбирательстве давайте еще посмотрим потихонечку мы с вами приближаемся к основному почему же погиб курск так вот обращаю ваше внимание еще это снимок внутри курска это второй отсек так называемый центральный пост цп то есть откуда происходит управление подводной лодкой все вы видите командира геннадия лячина он видимо только что спустил вообще форма идет без головного убора без куртки это он просто видимо с рубки сверху спустился только что в центральный пост и какое-то указание по общей корабельной трансляции дают экипажу вот все видите вот эти эти люди все погибли вот этот отсек был тоже снесен взрывом напоминаю от командира капитана первого ранга геннадия лячина осталась только рука то есть все были разно размолоты на куски нашли под нашли потом когда в доке осушили лодку вытаскивали останки нашли руку на руке были часы у него именные часы были только по этим часам опознали геннадия лячина то есть героя россии похоронили осталась одна рука тело полностью раздавила так так же как остальные опознали только по часам вот пожалуйста капитан первого ранга командовал такой лодкой под дырнул под американский авианосец несколько суток там находился под авианосцем американцы так не прочухали то есть представляете вот поступил если приказ лячин вот эта лодка курс все авианосное соединение во главе с авианосцем просто могло уничтожить ну могло бы я понимаю о чем я говорю вот что значит умение командира то есть человек был очень подготовленный я бы сказал самоотверженный умный всю жизнь на флоте прослужил дослужился до капитана первого ранга напоминает а три звезды полковник то есть следующее звание тоже контра адмирал понимаете человек очень был заслуженный но к сожалению погиб вместе со всем экипажем а почему он погиб сейчас мы с вами приближаемся к самому страшному страшному непонятному чертовски досадному но тем не менее мы с вами приближаемся сейчас поэтому ирина девяткина про пожар мы сейчас и сейчас девятом отсеке еще поговорим с вами до ксения андеграунд здравствуйте инесса или белоруссия приветствую нас здравствуйте семён марковский приветствую то еще подошел сейчас будет самое страшное провинциал когда мурыжили по телевизору стучали на самом деле проведена экспертиза адвокат кузнецов надо низкий поклонному сделать заказал международную экспертизу этих стуков то есть запись ушла за рубеж там по ее полностью про проверили провели экспертизу четко установили что это стучали живые люди они стучали сос вода сос вода слова четко идентифицирована азбукой морзы напоминаю лодка легла на грунт взрыв произошел 12 числа ребята стучали до 15 наши отказывались от зарубежной помощи эти все эти дни 14 отказались 15 отказались 16 и только семнадцатого иностранные суда рванули к нам на помощь так секундочку сейчас будет самое интересное сейчас я расскажу вам много того как бы что нигде не как бы особо не озвучилось но тем не менее я расскажу то что говорят командиры подводных лодок такие же как геннадий лячин прослужившие там много лет на подводном флоте действующие командиры командиры на пенсии инженеры сейчас я вам расскажу ну и вот фотографии геннадия лячина это здесь он на рубке сверху стоит все вы видели рука тут козырек небольшой отбрызг на самом вот в такой форме только только без пилотки командир всегда находится там в центральном посту здесь видимо тепло вышел вот посмотрите в лицо этого мужественного человека который один сделал 6 флот сша понимаете просто скрытно на 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 малом ходу подлез под авианосец американский зафиксировался несколько суток вместе с ними ходил куда они туда его куда они туда его то есть мог бы нажатием кнопок уничтожить полностью все авианосные соединения один курск один геннадий лячин вот представляете насколько это человек опытный командир и нам представляет что он там какую-то ошибку совершил тогда никакой ошибки он не совершал а почему курс погиб вы сейчас узнаете никакого не было столкновения ни с какой американской лодкой которая придумана была поповым кураедовым версия запущенным мулька муссирует постоянно кто не знал между прочим мемфис который находился на ремонте в норвегии зашел оказывается сейчас выясняется на плановый ремонт ни с кем он не сталкивался есть документы мемфис стоял на ремонте мне не было не сворочено не ограждение руки ничего понимаете то что нам скармливали по телевизору постоянно столкновение с американской лодкой а вторая толеда якобы торпеда выстрелила на час дураков не надо из людей делать сейчас я вам расскажу почему курс погиб я девятки на лик на вас похож да не знаю нет наверное на девятки на вы знаете ли на девятки на хотел бы я быть похожим на такого мышца на человека понимать это капитан первого ранга понимать вот кто не понимает во флоте понимать капитана первого ранга вот командиры таких крейсеров подводок это ассы понимаете это элита флота это люди годами прошел проходящие обучение тренировки понимать то что может клячин это может там не знаю сколько у нас лодок да грубо говоря буквально несколько десятка там меньше ста человек могут то что он умел понимаете командовать такой махиной все это в комплексе держать уметь. И не его беда, что Курск вышел неподготовленный, понимаете? Не его беда, его заставили. Ну, представьте, ты капитан первого ранга, ты служишь, ты не можешь не выполнить приказ командира дивизии подводных лодок или там командующего флота, понимаете? Ну, не можешь. Адмирал тебе командует, все, вперед из песни. Обычно все под козырек есть, будет выполнено, все, понимаете? А как иначе? Это флот. Флот – это, прежде всего, дисциплина. И он был вынужден, ну, нельзя, понимаете, на флоте не приветствуется это. Тогда он свою карьеру, грубо говоря, погубил бы навсегда, как говорится. Конечно, история не знает со слагательного уклонения. Если бы, да кабы, если бы знать, что так случится, конечно, но никто не знал, понимаете? Ему дали приказ, он пошел. И поверьте мне, не его вина, что так случилось, понимаете? Геннадий Лячин также заложник этой нехорошей системы, потому что флот весь развалился, ничего не было, понимаете? Вот представьте, я зачитал, это реальная вещь, у него дома хлеба не было. Они получили посылку из Курска, муки, и жена Ирина Лячина спекла лепешки, накормила мужа своего, и он тебе лепешки принес на борт еще одну, угостил там всех, понимаете? Жрать нечего было, объясняю, популярно уже куда-то, на пальцах, до чего флот довели. Поэтому не его вина, человек погибший не виноват, очень уважаю этого человека, весь экипаж Курска, 118 человек, они не виноваты, понимаете? Они надеялись до последнего, что их спасут. Сейчас мы к этому подходим. Друзья, вот это День военно-морского флота, вот экипаж Курска, офицеры стоят там, матросы, мичмана, мичмана, смотрите, это на борту Курска, редкая фотография, экипаж, и справа стоит вот руку к фуражке, то есть подъему флага, видимо. Мимо проплывает, скорее всего, адмиральский катер во главе с командующим флотом, есть такой порядок, при параде, в флотском параде, на адмиральском катере адмирал по воде обходит все суда. Выстраивается экипаж, вот Геннадий Лячин, приветствует командир, вот он справа стоит, руку к фуражке, вот это капитан первого ранга, Геннадий Лячин, герой Российской Федерации, здесь они еще живы. Вот эти ребята, вот эти офицеры, они все погибли. Вот Курск, борт Курска, редкая фотография такая осталась на память. Вот они, эти ребята. Понимаете, это асы, это элита флота. Вот представьте, вот один Курск мог уничтожить целое видностное соединение, и остаться невредимым, просто уйти. Цель указания выдали, кнопки нажали, долбанули и ушли спокойно. И поверьте, ни один авианосец не увернулся от гранита. Напоминаю, 4 гранита с ядерной боеголовкой 500 килотонн. Попробую вернись. Поэтому это очень грозное оружие, кто не понимает, лодки, их 8 штук у нас осталось, слава богу, они сейчас есть, они сейчас будут оснащены ониксами, и никто не сможет против нас устоять. Понимаете? Это прекрасные лодки, они, это оборона страны, они защищают нашу страну. Слава богу, с того времени, за 22 года флот оснастили, более-менее поднялся, построили новые корветы, лодки строятся, так или иначе, потихонечку вводятся в строй. Но эти 8 убийц авианосцев до сих пор строились, слава богу. И Курск мог бы до сих пор ходить, понимаете? А Светлая голова, умница Геннадия Ляча, наверняка уже был бы контр-адмиралом, даже вице-адмиралом вполне мог карьеру сделать, потому что был лучший командир военно-морского флота. Но, к сожалению, истории не знают со строгательного наклонения. Очень жаль. Простите, что медленно подхожу, но стоит это все об этом говорить. Так, давайте быстренько пробежимся. Вот носовой отсек Курска. То есть, это первый отсек, торпедный, так называемый. Смотрите, вот 6 труб выходят, 6 торпедных аппаратов. Верхняя крышка – это для загрузки торпед. Вот они все из носа, крышки в носу находятся, понимаете, да? И вот из одного из торпедных аппаратов Лячин должен был, то есть, второе упражнение сделать, выпустить. Теперь уже давайте прямо скажем, ракета-торпеду Шквал ВАЗ-111. И он ее выпустил, действительно, как предписывали правила учения. Вот это, это эскиз этого отсека первого, который потом был полностью уничтожен. Вот, обращаю ваше внимание. Вот отсюда Лячин, согласно приказу, согласно плану учения, выстрелил ракету-торпеду Шквал. Так, идем дальше. Инна из Висбадена, здравствуйте. Серикус, да, там не одна шеренга, как вы думали. Все они поместятся. 118 человек. Ирина Девяткина, они стоят не в один ряд там. Екатерина, Олег, тоже вижу некое свойство с тобой, экипаж. Екатерина, может быть, не знаю, не знаю, со стороны виднее. Итак, продолжаем. Это первый отсек. Это очень важно. Потихоньку приближаемся к главному. Почему погиб Пурск? Друзья, вот это, напоминаю, не торпеда, а ракета-торпеда ВАЗ-111, Шквал, так называемый. Все они и слышали, пишут периодически, по телевизору рассказывают. Вот так она выглядит. Напоминаю, она уже долгие годы стоит на вооружении нашего военно-морского флота. Она постоянно совершенствуется. То есть, есть модификации этой ракеты. Сейчас новое тоже оснащение. Они засекречены, естественно. Но, тем не менее, в 2000 году вот такой ракета-торпеды выстрелил из 4-го торпедного аппарата. Напоминаю, всем известно. Геннадий Лячин, согласно приказу, он выстрелил. Сейчас мы с вами познакомимся с этим шквалом. Что это такое? Геннадий Лячин, согласно приказу, он выстрелил из 4-го торпедного аппарата. Итак, перед вами ракета-торпеда типа ВА-11-111 «Шквал». Торпеда «Шквал» и ее потомки – это суперковидирующие торпеды, разработанные еще в Советском Союзе, но до сих пор состоящие на вооружении и все более и более совершенствующие. Общее описание внешней баллистики этой торпеды – сопротивление воды преодолено благодаря воздушному кокону. То есть, торпеда идет в воздушном коконе, не в воде. Он обволакивает весь корпус. Напоминаю, длина шквала – 8,2 метра в длину. Сейчас я вам покажу, как она идет в воде. Не зря я вам про нее рассказываю. Вот, обращаю ваше внимание, она идет в воздушной среде. То есть, вокруг торпеды воздушный кокон, пространство такое, не водяное, вода отсекается. А для чего это, смотрите. По большому счету, это даже не торпеда, это обычная ракета, плывущая под водой. Двигателя здесь два. Один разгонный, второй маршевый. Разгонный стартовый работает ровно 4 секунды на жидком топливе. Он выбрасывает ракету из торпедного аппарата, после чего этот двигатель отстыковывается. И в работу, наконец-то, вступает маршевый. Он доводит ракету до крейсельской скорости и доставляет груз вместо назначения. То есть, удар по цели. Воздушный кокон, так называемая каверна, это газовая оболочка, создаваемая специальным газовым генератором, встроенным в ракету. Газ выпускается на корпус поверх и распределяется специальным кавитатором, расположенным спереди на голове торпеды. Но этот кавитатор вы уже видели. Давайте я сейчас вернусь немножко. Вот, смотрите, вот этот блестящий на носу, это и называется кавитатор. С помощью него здесь воздушная оболочка создается, вокруг тела торпеды. Вот, этот кавитатор и есть. Для этого он предназначен. Итак, в качестве системы навигации ракеты используется специальная программа, которая создается непосредственно перед пуском этой ракеты торпеды. Боевая часть состоит в 210 килограмм обычной взрывчатки. Также можно использовать ядерную в 150 килотонн. Страшная штука. Представляете, 150 килотонн. Напоминаю, на Хиросиму сбросили 20 килотонн. Здесь 150 вот такую торпеду. 8,2 метра длиной. Калибр подстандартный торпедный аппарат, 533 миллиметра. Масса этой ракеты торпеды 2700 килограмм. Ну, почти 3 тонны, обращаю ваше внимание. Боевая часть 210 килограмм торпеда. Скорость, обращаю ваше внимание, 200 узлов. 100 метров в секунду или 360 километров в час. Вот представьте, вот она идет под водой 360 километров в час. Увернуться невозможно. Дальность действия этой ракеты торпеды в разных точках от 11 до 14 километров. Максимальная глубина пуска до 30 метров. То есть, можно с поверхности, можно с глубины пускать до 30 метров. Напоминаю, гранитами можно бить с 50 метров. Этой ракеты торпеды можно с 30 уже бить. Глубиной. Так, различают. ВА-111-Э. Шквал, так называемый шквал Э. Это экспортный вариант, разработанный в 92 году. И производящийся до сих пор. Также шквал М. Торпеда с системой самонаведения. Она засекречена. Информации нет. И шквал М.2, последний, разработанный в 2013 году, полностью засекречен. Просто название мы знаем. Есть такой шквал М.2. Все. Понятно. Это оружие нашей обороны. Естественно, оно засекречено. Характеристики неизвестны. Так вот, друзья. Я заинтересовался, почему в экипаже вышел в море военный представитель завода так дизель. Сейчас, секундочку. Мамед Гаджиев, понимаете, был включен с военного завода так дизель. Оказалось, Мамед Гаджиев, военный представитель для сдачи флоту новых ракет и торпед шквал, производимых на заводе так дизель. Гаджиев Мамед Исмаилович, военный представитель завода так дизель, он был 58 года рождения, республика Дагестан. Вышел в этот поход по приказу Главного военного флота для наблюдениями за учебными пусками ракеты торпеды шквал. Что интересно, наибольшую скорость шквал разбивал до 375 км в час, из-за чего у цели корабля или подлодки, на которые он направлен, просто не остается времени для реакции и уклонения. шквал всегда вас догонит и уничтожит. И вот пошел в этот поход Гаджиев. Не просто так, впервые, кстати, было удивительно. Поэтому предполагался учебный запуск не просто торпеды, а ракеты торпеды шквал. А сейчас самое интересное. Так, кто у нас? Айдер Сейдометов подошел. Айдер, здравствуйте. 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 Нет, в Сене-Аднегрант, в континент 15-150 км не уничтожишь, но несколько городов пойдут сразу, ничего не останется. Континент нет. Ирина Девяткина, зачем по бокам оперения? Ну, Ирина Девяткина, чтобы шла в определенном направлении, она же идет, оперение. Для управления этой ракеты торпеды, ничего. Так, Любовь Алексеева подошла, Запорожье, Украина. Любовь Алексеева, здравствуйте. Так вот, друзья, по версии, значит, командиров, многих командиров подводных лодок, атомных, которые сегодня служат, продолжают служить, и многие из них на пенсии, я сейчас ослучаю эту версию. Смотрите, по второму упражнению, то есть, Лячин должен был выстрелить шквалом, и он сделал это из четвертого аппарата, шквал пошел. Но, к сожалению, был тем более от завода наблюдатель Гаджи Мамедов. Что-то пошло не так, по версии инженеров-моряков, шквал, отойдя на небольшое расстояние, произошел сбой системы наведения, шквал развернулся и пошел на курс. Вот от чего погиб курс. Не от взрыва какой-то там мифической своей торпеды в торпедном отсеке, а курс погиб из-за неисправности ракеты-торпеды шквал. Пошел какой-то сбой в системе наведения координат. Шквал, немножко отойдя от курска, развернулся и пошел с бешеной скоростью на курск. Естественно, акустики зафиксировали, что шум приближается, и Лячин, как опытный подводник, прекрасно за несколько секунд все понял, дал команду на погружение. Но, друзья, шквал идет со скоростью, я бы сказал, 365 до 375 км в час. К сожалению, Лячину не хватило 2,6 секунд, как говорят морские инженеры, чтобы Курску с рубкой вместе уйти, и тогда бы шквал прошел бы выше. К сожалению, шквал пошел на Курск и как раз ударил в подводном положении на глубине, напоминаю. Лячин успел погрузиться, то есть высота лодки, все вы помните, 18 метров, то есть Курск ушел полностью под воду вместе с рубкой, ушел и еще немножко там. Грубо говоря, глубина была около 40 метров, когда шквал ударил в носовую, то есть в первый торпедный отсек Курска. Естественно, тогда же норвежцы зафиксировали взрыв. Давайте с вами вернемся к этой станции норвежской. Еще раз говорю, это не моя версия, это версия морских инженеров, я просто ее озвучиваю, как видеоблогер, но я с этой версией согласен. Вот где собака порылась называется. Смотрите, давайте вернемся. Так, норвежская космическая станция Арсис находилась в 470 километрах от места происшествия. Зафиксировал два толчка, напоминаю. Понятно, это первый взрыв, когда шквал попал в торпедный отсек. Второй взрыв, когда сдетонировали, когда Курск ударился носом от дна. Еще интересно, источник первого взрыва, мощность, обращаю ваше внимание, норвежцы говорят, естественно, это все приблизительно, до 200 килограмм тротилов в эквиваленте. Давайте с вами вернемся к характеристикам ракеты и торпеды Шквал. Боевая часть 210 килограмм тротила. Вам не кажется, что здесь удивительное совпадение 200 и 210? Понимаете? Норвежцы смогли определить по характеристикам взрыва примерный эквивалент 200. Все вы понимаете, что 200, что 210, разницы практически нет. Понимаете, да? Это раз. Первый удар. Естественно, Курск получил, естественно, взорвался первый отсек, пробоина, он пошел вниз. Пока он шел вниз, на 108 метров вниз, подводный взрыв потом, естественно, тоже раздался, детонация остальных торпед. Не забывайте, что у него было 20 торпед еще в торпедном отсеке. Естественно, ворвалась вода, тротил взорвал, разбил первый отсек, разнес, естественно, внешний корпус, легкий корпус, прочный корпус. Понятно. Инженеры говорят, что температура от взрыва была от 1000 до 8000 градусов. То есть, удар шквала, когда долбанул, было до 1000 градусов, то есть, раскалено. Когда взорвались, детонировали все торпеды, произошло, то есть, раскалился воздух внутри до 8000 градусов. Да, провинциалка. Есть город Гаджиев, названный в честь Героя Советского Союза, Гаджиева, который воевал в Великую Отечественную войну. Наш подводник известный. Да, совершенно верно. Ирина Девяткина. Это ракета-торпеда с системой наведения. На тот момент уже была. Кто не знал, мы тогда планировали эту ракету. Второй аргумент. Тогда планировалось продавать эту ракету. Китай выразил, так сказать, любопытство. Хотели посмотреть ее возможности. У нас ее, как бы, заключить контракт на покупку ракеты-торпеды «Шквал». Кто не знал, в этот момент на крейсере Петр Великий находился китайская делегация, которую командующий флотом успешно принимал, все показывал. И китайцы как раз должны были наблюдать пуск вот этой ракеты-торпеды «Шквал», как она бы попала там в условную мишень, грубо говоря. И после этого переговоры о покупке бы этой ракеты-торпеды продвинулись. Понимаете, да? Поэтому ни в коем случае нельзя было нашему тогда руководству заявить о том, что вот пуск не получился, из-за этого погиб Пурск. Естественно, тогда бы все контракты пошли бы по перевалу, грубо говоря. Понимаете, о чем я говорю? Да, Ксения Аннегран, к сожалению, погибли от своей ракеты-торпеды. Но это была не безалаберность, понимаете? Нам следствие втирает. Это безалаберность экипажа. Якобы допустили утечку кислорода, оставить водороду, извините. Водород критически накопился, соединился там с другим компонентом, произошел взрыв и так далее. Этого не было. Экипаж Лячина не был разгильдяем. Это неправда. То есть, мертвых людей объявили разгильдяями. Так, а вот и девятый наш отсек, эскиз, напоминаю. Это вот настоящий девятый отсек, какой был на Курске. Обратите внимание, эскиз. Сейчас мы об этом поговорим. Да, провинциалка, от своей ракеты-торпеды, понимаете? Ракета-торпеда именно этой модификации, не забывайте, что они новые. Они постоянно модифицировались, оснащались новыми системами управления. На тот момент она была новая, понимаете? И как раз поэтому и представитель военпред-завода по этому пошел. Ну скажите, зачем военпреду идти в простой какой-то, в поход на какие-то учения, правильно? Правильно. Как раз военпред для этого и пошел, чтобы понаблюдать, обращаю ваше внимание, слово, за новой ракето-торпедой, которую мы планировали продавать Китаю, возможно. Возможно, был бы контракт заключен. И китайцы с борта Петра Великого наблюдали за этими учениями, за этой стрельбой, когда Лячин выстрелил шквалом. Но, к сожалению, шквал развернулся, сбой произошел, понимаете? Ну, техника отказала, все бывает в жизни. Это техника, это железо. А он развернулся и пошел на Курск. И Лячин, естественно, погружался, но не успел уйти от нее, понимаете? От шквала уйти практически невозможно. Ну, инженеры говорят, по глубине, судя как она ударила на глубине, опять же, понимаете, все примерно, никто там не был. Примерно на 40 метров лодка ушла Лячина, Курск. Шквал ударил на 40-метровой глубине. Не хватило 2,6 секунд. То есть, если 2,6, 2,5 секунды, Курск бы провалился глубже, и шквал мог бы мимо просто пройти, возможно, даже не задел. Понимаете, про что я говорю? То есть, какие-то 2,5 секунды погубили лодку и 118 человек. Это техническая неполадка, это не вина человека, не халатность, не халатность людей, не халатность экипажа. Нельзя экипаж Курска обвинять в халатности, понимаете? Это вранье. Никакая там торпеда не взрывалась. Никто там не проворонил накоплением водорода, что водород там соединился с другим компонентом. Это вранье все. Провокация и вранье. А этим враньем завуалировали то, что нельзя было показать Китаю, что шквал у нас не получилось. Понимаете? Престиж страны и так далее, сами понимаете. Я так думаю. И не только я. Морские инженеры меня поддерживают и командируют. Это версия морских инженеров. Еще раз я говорю. Но я с этой версией согласен. Итак, девятый отсек. Пережившие эти два взрыва, последние 23 человека Курска собрались в девятом отсеке. У них с собой было несколько гидрокомбинезонов, водолазное белье, дыхательные аппараты ИДА-59М. Ну, это индивидуальный дыхательный аппарат, которого уже как маска одеваешь. Там есть запасы, можно какое-то время под водой находиться. А также регенерационные банки Б-64 с пластинами для восстановления воздуха. Напоминаю, воздух, подводники дышат, когда под водой лодка находится, выдыхают углекислый газ. И чтобы для восстановления концентрации кислорода в атмосфере процентного содержания, применяются вот эти банки Б-64 на всем флоте. Специальные пластины, то есть запускают эту пластину, она выделяет кислород. С помощью этого поддерживается воздух, то есть концентрация кислорода. Для долгого дохождения лодки под водой, без всплытия, напоминаю. Специалисты посчитали и говорят, что запасов в принципе кислорода, воды и пищи должно было хватить примерно на 8, возможно 10 суток. Итак, девятый отсек, давайте посмотрим, как он выглядит. Да, Ирина Девяткина, проблемы были в управлении. На тот момент это управление было сырым, еще не отработанным, то есть новым. Его просто испытывали. И так получилось, что во время учения решили испытать этот шквал, именно эту модификацию. Но вот так испытали. Отказ техники. Республика Адыгея, здравствуйте. Конечно, провинциалка контуженная, взрыв был страшный. Напоминаю, второй взрыв, когда детонировали торпеды, когда снесло первый отсек, второй вплоть до третьего, до четвертого отставить. Все были убиты в центральном посту, и командир погиб вместе со всеми, разорвало все. Был мощностью около пяти килотонн, то есть пять тысяч тонн тротила. Выше было межоотсечные переборки, просто пробило. И до пятого отсека вынесло все. То есть полностью с первого по четвертый отсек все погибли. В пятом и в пятом БИС отсеки, два отсека, пятый и пятый БИС остались живы. Они пошли через шестой, то есть в шестом был этот отсек, где находятся атомные реакторы лодки. А реакторы Садиленко заглушил, оставить не Садиленко, а Аряпов, Аряпов. Офицер, он находился Аряпов, он заглушил атомные реакторы оба, то есть спас от взрыва от атомного. Сам погиб. А ребята с пятого БИСа, с пятого отсека мимо по коридору перешли, пошли уже в седьмой и восьмой собрались, где был уже Колесников, все остальные. Итак, друзья, смотрим на экран. Никто еще не показывал, я и по телевизору этого не видел. Вот так выглядит девятый отсек Курска, где оказалось 23 человека. Напоминаю, по боевому расписанию, что такое боевое расписание, то есть если по тревоге какой-то, в этом отсеке находится только три человека. То есть находится трюмный Мичман Бачков и еще два человека по расписанию. Понимаете, в лодке есть расписание. Но здесь собралось 23 человека вместе с Колесниковым. Колесников, Саидиленко, здесь все были. Вот здесь убежище, вот здесь ребята, вот здесь они стучали в переборках. Напоминаю, вот отсек, то есть корпус лодки, девятый отсек. Вверху, посредине вы видите, вот этот люк, как раз которому пытались безуспешно 13 раз наш аппарат пристыковаться. Не смог никак. Этот люк, то есть этот люк спасения для выхода. К нему, к этому люку, обращаю ваше внимание, справа такая бочечка с дверкой. Это шлюзовая камера. То есть есть два пути эвакуации. Рассказываю, кто не знает про подводный флот. Мокрый способ и сухой способ. Мокрый способ. Это когда все в отсеке одевают гидрокостюмы и до 59 аппаратов. Открывают все вентиля, открывают заслонки и вода проникает в отсек полностью. Вода заполняет весь отсек 500 с чем-то кубических метров объемом. Называется по-мокрому. Когда вода все заполнит, соответственно, будет давление, соответственно, забор тому. Каждый по очереди открывает эту дверку в люк, поднимается по лестнице, открывает люк спокойно, потому что вода уже сравнила давление, сравняла. И спокойно выходит, то есть поднимается, понимаете, да? Это по-мокрому. Второй способ эвакуации из отсека. По-сухому. Что из себя представляет? Представляет, опять же, хочу дополнить. Если по-мокрому, должны у всех гидрокомбинезоны быть, у всех аппараты. То есть второго шанса не будет. Вода заполняется, все уходят. Либо все, либо, ну понимаете. Если у кого-то нет гидрокомбинезона, напоминаю, глубина была 108 метров, вода ледяная. То есть 20 минут, и ты превращаешься, грубо говоря, все. Нужен гидрокомбинезон, чтобы защищал. Поэтому, если у кого-то нет гидрокомбинезона, тем более, если не хватает аппарата дыхания, и да, он выйти, естественно, сюда наверх не может. Что для этого делается? Для этого, все вспомните известный фильм «72 метра». Все, наверное, видели, да? Про подводников, где наш известный актер, когда его весь экипаж не хватало на всех аппаратов, снарядили гидрокостюм на него, надели гидрокомбинезон, извините, аппарат дыхания и выпустили. Он наверх один вышел. То есть он один, когда вышел наверх, должен был позвать помощь водолазные суда, которые бы спустили колокол и вытаскивали уже. То есть колокол пристыковался вот к этому люку вверху, комикс-площадка так называемая, открыл бы его, и уже вытаскивал людей прямо в колокол, понимаете? Колокол – это спускаемый аппарат отдельный, где могут поместиться все, ну, рассчитан там, либо частями вытаскивать, понимаете, да? В данном случае, вот только два пути эвакуации – сухой и мокрый. Мокрый способ не получился, потому что не на всех хватало аппаратов и, да, гидрокомбинезонов. Соответственно, только здесь был сухой способ, как в фильме «72 метра». Помните все, да? И вот давайте почитаем. Это предисловие маленькое. Смотрите пока на девятый отсек, где нашли свою гибель последние 23 человека, наших моряков в Пурске. Итак, девятый отсек. Девятый отсек на лодке считается отсеком вспомогательных механизмов, он же отсек живучести. По размеру он самый малый на лодке, объем 542 кубических метра. Имеет две палубы, понимаете, да? То есть два уровня. Внизу какие-то помещения, вверху две палубы. Естественно, между собой сообщается лесенками. Все вы видите. Первую палубу, нижнюю, занимают насосы, емкость, гидравлики, рулевой системы, компрессор, воздуховысокого давления. Имеется трап для подъема в аварийно-спасательный люк. Все вы видите этот трап. То есть вверх на самый люк, который норвежцы потом открывали. В кормовой части имеется боевой пост резервного управления рулями лодки при отказе системы управления центрального поста Корунт. В объеме между первой и второй палубами, то есть посредине отсека, смотрите, между полом верхнего этажа нижнего промежутки, проходят с небольшим развалом две линии грибных валов. Понимаете все, да? То есть грибные валы длинные, которые заканчиваются винтами. То есть они проходят через этот отсек, это естественно, через него посредине. Между ними стоит компрессор высокого давления типа EXO-25, понятно. Имеется токарный станок для производства каких-нибудь работ. На левом борту на первом этаже имеется гальюн и небольшая душевая. В трюме имеется провизионная цистерна для пресной воды, гидроцилиндры рулевых машин для привода вертикальных рулей, их всего три руля, имеется в виду, понятно. А также небольшие цистерны вспомогательные. По боевой тревоге в отсеке должны находиться только три человека. Но при аварии отсек оказался переполненным в восемь раз. Напоминаю, собрались 23 человека. Вот представьте атмосферу. Горит аварийная лампочка, кислорода не хватает. Подводники используют регуляционные установки РДУ для выработки кислорода. У них на тот момент было три установки и 25 банок Б-64, каждая банка 25 пластин в каждой. Если одновременно зарядить все РДУ по банке на каждую, то кислорода хватит на 23 человека на сутки. Обращаю ваше внимание. То есть, каждая банка на 23 человека кислорода на сутки хватит. Ну, чтобы не умереть, так скажем. Понятно, будет атмосфера не очень хорошая, но не умереть хватит. Три РДУ, если зарядить по банке. У них было 25 банок. То есть, три банки на раз на сутки. Ну, грубо говоря, 25 банок хватило бы на 7,5 суток, обращаю ваше внимание. Но, к сожалению, отсек открыли через 9 суток, а норвежцы. Благодаря нашим, так сказать, плотоводцам, которые отказывались от помощи. Колесников и ребята открыли и успели использовать 9 банок. Двое из выживших подводников, капитан-лейтенант Дмитрий Колесников и капитан-лейтенант Сергей Садиленко ведут записи, фиксируют обстановку. Кроме того, Дмитрий Колесников и старший мишмен Андрей Борисов успели написать личное послание своим родным и женам. Итак, первая запись сделана 12 августа, обращаю ваше внимание, в 13.34 время Колесников зафиксировал. То есть, лодка легла на грунт около 9 утра. Понимаете, взрыв раздался. То есть, через 4,5 часа ребята смогли все-таки собраться в отсеке. И вот появилось какое-то затишье, Колесников пишет. 13.15. Весь личный состав 6-го, как я вам говорил, 6-го, 7-го, 8-го отсеков перешел в 9-й. Нас здесь всего 23. Есть ли кто-либо еще в живых, не знаю. Самочувствие плохое. То есть, Колесников не приукрашивает, пишет, как есть. Самочувствие плохое. Очень ослаблено действием угарного газа. Давление постоянно повышается. Кончаются регенеративные патроны. При выходе на поверхность мы не выдержим, наверное, декомпрессии. У нас не хватает ремней на индивидуальных дыхательных аппаратах. Понимаете, еда 59, через плечо, чтобы он маску надел, нужен ремень. Получается, его надо где-то за пасху. То есть, даже ремней на них не было. Понятно. То есть, собрались, что могли. Отсутствуют карабины на стопорах. То есть, карабины имеются в виду на выдержных этих ремнях. Протянем еще не более. Обращаю ваше внимание. 12-го числа, пол второго, Колесников пишет, протянем еще не более суток. Хотя регенеративных патронов, получается, хватает на 7,5 суток, я посчитал. Ладно, идем дальше. Ребятам там виднее, естественно. Мы чисто теоретически считаем, ребята в таких страшных условиях оказались. Напоминаю, отопления нет, вода ледяная. Естественно, температура минусовая в отсеке. И вот сидят обожженные, отравивающиеся угарным газом, 23 наших моряка. Последние в живых. Понятно, все в шоке. Дальше. Последующие записи Колесников делает 14 августа. Обращаю ваше внимание. Помните, да, что до 15 августа стуки раздавались. Вот 14 августа ребята были живы еще. Колесников пишет. Дальше не ставит уже время. То есть временной промежуток непонятен. Почерк у Колесникова меняется. Строчки размашистые, пляшут по всей странице. Сказывается напряжение, усталость, отсутствие сна. Буквы у Колесникова то большие, то совсем маленькие. Здесь темно писать. На ощупь попробую. Шансов, похоже, нет. Давайте посмотрим эту записку с вами. Серикус Ф. Это не мое заявление. Это флотские специалисты об этом заявили. Что условно авианосное соединение могло быть уничтожено. В Курском в 99-м году Средиземном море. Вот и все. И на Девяткино. На 100 метров уже нужна декомпрессия обязательно. Обязательно. Иначе сосуды забьются азотом и кровь просто вскипит. Если резко со 100 метровой глубины подниматься. Нужны большие перерывы. То есть надо находиться. Постоянно подниматься и декомпрессия. Так. Посмотрели все на девятый отсек. Мы еще сегодня к нему вернемся. Вот эта записка из последних капитана Колесникова. По времени она последняя. Сделали выводы специалисты. Итак, Дмитрий Колесников пишет. Здесь темно писать, но на ощупь попробую. Шансов, похоже, нет. Он прекрасно понимал. Не забывайте. Это был капитан-лейтенант. То есть офицер средний комсостав. Естественно, он все это понимал. Человек с высшим образованием морским, подводным. Процентов 10-20. Будем надеяться. Вот видите, он пишет интересно. Он все понимает прекрасно. Дмитрий Колесников не питал иллюзий. Прекрасно все понимал. Поэтому он пишет. Будем надеяться, что кто-нибудь прочитает. То есть он понимает. Они погибнут. Но хотя бы кто-то прочитает. Этим он писал последнее. Прости. Можно сказать так. Давайте. Психологически это понятно. Страшные строчки. Но перед смертью люди пишут. Здесь список личного состава отсеков. Который находится в 9-м. И дальше. Обращаю ваше внимание. И будут пытаться выйти. То есть Колесников четко решил. Надо выходить кому-то. Звать на помощь. Он понял, что так просто никто не придет. Не вытаскивать. И Колесников принял решение. Как командир. Как старший. И пишет. Будут пытаться выйти. И дальше он пишет. Всем привет. Отчаиваться не надо. Колесников. Понятно. Сухо. Строго. Без сантиментов. Понимал, что шансов нет. Поэтому. То есть человек отдавал себе отчет. Допустим. Это офицер российского флота. Прекрасно. Он был умничком. Он все понимал прекрасно. Поэтому он четко пишет. Всем привет. Отчаиваться не надо. Он понимал, что погибают. Ну что. Ну хоть кто-нибудь прочитает. Поэтому написал. Но все-таки написал. Будут пытаться выйти. Обращаю ваше внимание. Я вам рассказал два способа. Мокрый способ. Когда все выходят из затопленной лодки. И сухой способ. Мокрый способ не годился. Потому что на всех не хватало гидрокабинеза. Поэтому Колесникова как старший принял решение. Сухой способ. И доверил этот способ выходу. Мичману Бочкову Михаилу Александровичу. Который был. В этом отсеке. То есть это его боевой пост. Трюмным техником. 77 года рождения. Из Севастополя он был родом. Бочков. Но служил в населенном флоте. Так распорядилось командование. Давайте посмотрим на этого мужественного человека. Которому Колесников доверил судьбу экипажа. Он должен был выйти и позвать на помощь. Он тогда видимо был меньше. Меньше не получил ранений. Скорее всего. Может сам вызвался добровольцем. Трюмный механик. Знал всю эту систему. Давайте на него посмотрим. Вот этот человек. Безусловно герой. Бочков Михаил Александрович. Запомните пожалуйста его лицо. Это герой. Он погиб. Но он пытался спасти ребят с девятого отсека. Вот этот человек. Что кстати друзья. Хочу вам немножко заметить. Эту информацию. Что в шлюзовой камере найдено скрюченное тело. Мичмана Бочкова. Она прозвучала только два раза. То есть утром это прозвучало по телевидению. Второй раз в обед. Это было в 14 часов. Я сам лично это слышал. Я как раз пришел домой. Был на обеде дома. Телевизор на кухне включил. Работал телевизор. И корреспондент сказал. Что норвежцы нашли в шлюзовой камере скрючившееся тело российского моряка. Тогда не было известно. Но когда посмотрели. Идентифицировали. Это был Мичман Бочков. Напоминаю. Мичман это звание на флоте. Свойственно в общей армии прапорщику. То есть две звездочки на погоне. То есть это подготовленный специалист. Это не матрос. Это Мичман. То есть прапорщик. Обученный человек. Ну грубо говоря. Кандидат в офицер. Мог бы поступить в училище. Закончить. И стать лейтенантом флота российского. Вот Мичман Бочков. Вот именно его самому подготовленному. Колесникова отправил наверх. То есть он надел гидрокабинезон. Но был найден в шлюзовой камере. В гидрокабинезоне. В аппарате. Ида 59. То есть он шел. Понимаете. Он должен был выйти с этого люка. С девятого отсека. И постепенно подняться. И позвать на помощь. Сказать. Что нужен колокол. Пристыковывать. Надо вытаскивать. То есть Колесников уже естественно не знал. Что там делается наверху. Просто Колесников видел. Сутки проходят. Получается. 13-14. Их не вытаскивают. Вот поэтому он отправил Бочкова. Понимаете. И этот человек должен был спасти оставшихся 22. Ну и себя естественно. То есть ему доверили жизни. И он пошел. Он зашел в эту шлюзовую камеру. То есть решили сухим способом выходить. За ним закрыли люк. Открыли винтели. Шлюзовая камера заполнена с водой. Но к сожалению. По какой-то причине. От нас она скрывается. Нам это неизвестно. Потому что нашли его норвежцы. По какой-то причине. Мичману Бочкову не удалось выйти. С этого люка выйти. Понимаете. То есть открыть этот люк. Не знаю по какой-то причине. Мог. Понимаете. Причин может тысячу быть. Потерял сознание. Ударился головой. Тоже потерял сознание. Понимаете. Да. Но люк он не смог открыть. И так. Ну понятно. Сколько было воздуха в аппарате. И до 59. Потом воздух закончился. К сожалению. Мичману Бочков погиб. Погиб в шлюзовой камере. Был найден норвежцами. То есть ребята пытались выйти. Нельзя говорить. Что Колесников ничего не пытались. Понимаете. Единственный шанс был. То есть они стучали. Как могли. Сос. Вода прибывает. И отправили Бочкова. Напомню. Ну. Чтобы. Хотя бы он. Я вообще подозреваю. Колесников его снарядил. Чтобы хотя бы одного спасти. Вот честное слово. Вот мне кажется. Да. Он должен был потихоньку всплыть. Понятно. Что там декомпрессия. Не декомпрессия. Но если постепенно всплывал. Был бы шанс. Хотя бы вышел на корпус Курска. Может быть подобрали. Колесников об этом надеялся. Понимаете. В любом случае. Хотя бы Бочков спасется. Расскажет. Как это было. Но к сожалению. Мичман Бочков. Не удалось ему выйти. Понимаете. Вот такая рука судьбы. То есть. Мужественный человек. Мичман. Российского флота. Погиб в шлюзовой камере. Не смог открыть люк. Девятого отсека. Наружу. Я имею ввиду. Понимаете. О чем я говорю. И погиб. Вечная память этому человеку. Который хотя бы попытался выйти. Понимаете. Пока. Там. Командование флота. Принимало решение. Декларациями. Резолюциями. Обменивалось наверху. Девять суток ждали. Этот мужественный человек. Мичман флота. Российского. Попытался хотя бы что-то сделать. Понимаете. Попытался выйти. Чтобы спасти остальных. Хотя бы так. Светлая ему память. Как и всем ребятам. Давайте дальше посмотрим. Вот. На могиле стоит памятник. То есть. А стоит не на могиле. Это доска. Учился в этом училище. В Севастопольском. Михаил Александрович. И вот памятная доска. Они вдвоем там учились. Васильев учился. До этого. И Бочков. Вот. Памятная доска. То есть. По гибели при исполнении воинского долга. Вот они здесь. Два выпускника Севастопольского. Вот этого училища. Награждены. По смертного ордена мужества. Понятно. И вот справа. Вы видите. Мичмана Бочкова. Михаила Александровича. Который был в составе 23 человек. Последних. Оставшихся в живых. Больше скажу. Мичман Бочков. Прекрасно. Как и Колесников. Все они понимали. Они знали. От чего погиб Курск. Понимаете. Самое страшное. В чем. Если бы хоть один из девятого отсека выжил. Он бы все это рассказал. Что шквал развернулся и пошла на нас. Знаете почему? Потому что когда команда идет. Срочное погружение. По общей судовой трансляции. Лячин. Когда команду дал. Он прекрасно об этом. Прекрасно весь экипаж слышал. Экипаж всегда знает правду. Командир по трансляции оповещает. Срочное погружение. Уходим от своей ракеты. Вот и все. Понимаете. Поэтому и Бочков. И Колесников. Прекрасно знали. Скажу больше. Возможно. Они даже записку кто-то из них. Написал. Понимаете. Да. О чем я говорю. Известно 4 записки. То есть там. Родным, близким и остальные. Но. К сожалению. Все понимаете. То есть. Могли бы даже написать об этом. Что командир успел по трансляции крикнуть. Уходим от своей ракеты. Срочное погружение. Но уж Колесников. Наверняка. Понимал. Что будут. Все знали. Напоминаю. Перед боевыми стрельбами. Командир оповещает. По общей судовой трансляции. Что. Внимание. Экипаж. Будет произведена. Стрельба. Ракета. Торпеда. И шквал. Допустим. Ну. Я утрирую. Понимаете. Да. Естественно. Там. Слова какие-то другие. Могут идти. По процедуре. Но. Всегда. Каждый экипаж. На флоте. Заведено так. Командир. Всегда. Оповещает. Весь. Весь экипаж. До последнего. Кока. Поваренка. Там. Помощника. Кладовщика. Знает. Что. В данную минуту. Происходит на Курске. Что будет делать. Поэтому. Естественно. Лячин. Перестрельбами. Дал. Дал оповещение. И ребята. В девятом этапе. Колесикова. Сределенка. Прекрасно. Понимали. Почему погиб Курск. Понимали. Они знали причину. Нет. Ирина Девяткина. Черных ящиков. Нет. Есть. Так называемый. Бортовой журнал. То есть. Бортовой журнал. Куда. Записываются. Все любые. Маломальские. Действия. Происшествия. Слова. Записываются. Бортовой журнал. Бортовой журнал. Находится. На центральном посту. То есть. Во втором отсеке. Второй отсек. Сгорел. В огненном взрыве. Вместе. С командиром. Со старпом. И со всеми. Бортового журнала. Курска нет. Ну. Нам неизвестен. Если даже он где-то был. Следствие не оповестило нас. О его существовании. Поэтому. Вот. Посмотрите. Пожалуйста. Мич Молбачков. Вот. Такой человек. Светлая ему память. Конечно. Последний. Пытался выйти с отсека. Но. Что-то пошло не так. Понимаете. Лодка. Очень сложное устройство. Не смог открыть этот люк. Девятый. Понятно. Ну. Не смог выйти. Если бы вышел с отсека. Дай бог. Прошел бы. Постепенно. Поднимался. Не сразу. Со 108 метровой глубины. Дай бог. Хотя бы он. Понимаете. Живой бы остался. Хотя бы сейчас один человек. Ну. Вот. Хотя бы он. Понятно. Это не. Как не панацея. Это не успокоение. Остальные. Это погибли. Но. Хотя бы. Понимаете. Он бы мог жить. Колесников-то его отправил. Либо он сам выслушал. Либо Колесников. Скорее всего. Приказал. Давай. Миша. Надо. Давай. Поднимайся. Как сможешь. Задерживайся. Но поднимись. Приведи помощь. Поэтому Миша и пошел. Светлая ему память. Спасибо. Ну. Погиб. Видите. Все погибли. Все 23 последних тоже погибли. Так. А по этой фотографии поясню. Давайте немножко закончу сейчас. И будем. Именно по этой теме. Да. Сереги СФ. Возможно. Да. Отправляли в последний момент. Возможно. Ирина Девяткина. Обрата со слезовой камеры. Его могли вовнутрь впустить? Ирина Девяткина. В принципе могли. Но есть маленький нюанс. Когда человек заходит снаружи. В слезовую камеру. Закрывает верхний отсек. В слезовой камере. Очень много воды. Большой объем. То есть Колесников. Если бы открыл эту дверь снизу. Воду откачать практически. Но тяжело очень. Мог бы откачать. Но не забывайте. У них не было электричества. Насосов. Нечему было работать. Понимаете. Насосы водяные. Не работает этот аккумулятор. К сожалению. Они требуют большой мощности. То есть. Открываешь слезовую камеру. Вот представляете. С этой трубы. Бешеный объем воды. Я не знаю объем этой камеры. Где человек пролазит. Вся вода должна была залиться. В этот девятый отсек. То есть. Вода должна была прибыть в отсек. Соответственно. Люди. Допустим. Стоят по колено в воде. Стало бы. Погрутили по шею. Понимаете. То есть. Это риск. А если бы воды было больше. Да. Вообще. Весь девятый отсек запомнил. То есть. Возвращение назад. Не предусматривалось. Мич Мамбачков. Шел в один. Это был билет. В один конец. Он должен был. Либо привезти помощь. Либо погибнуть. Понимаете. К сожалению. Это так. Давайте. Говорить. Правду. Екатерина. Состыковаться не могли. Потому что. Когда лодку построили. Кольцо оказалось ниже предусмотренного. И поэтому не могли состыковаться. Не было ни одной тренировки. По пристыковке спасательного аппарата. Считали. Что курс непотопляемый. Понимаешь. Катя. Я об этом уже рассказывал. Кольцо должно было быть выше. Всего лишь на 5-10 миллиметров. Если бы кольцо было выше на 5-10 миллиметров. Аппарат бы приз. Состыковался бы успешно. И хотя бы этих людей потихонечку. Оттуда 23 вытащить. Понимаете. Вот чем беда. То есть. Конструктивный недостаток. И курска. И остальных лодок. Естественно. После этой трагедии. На всех оставшихся 8 лодках. Этот люк. Приподняли. Кольцо. Сделали нормально. Чтобы оно приподнималось. Естественно. Утопили. Но. Написано кровью. Понимаете. Для этого 118 человек. Погибли. Чтобы наконец-то понять. Оказывается. Аппарат не может пристыковаться. И наконец-то. Рубин. Это. ЦКБ. Признала. Конструктивный недостаток. И все лодки были срочно модернизированы. 9. Вот эти люки срочно были переделаны. Понимаешь. Екатерина. Да. Татьяна. Тоди. Чудовищное течение обстоятельств против экипажа. Совершенно согласен. Просто сложилось все чудовищно. Не забывайте. Что мы этот шквал должны были продавать Китаю. Контракты должны были заключены. Естественно. Об этом нельзя было говорить. Что шквал угробил свою же лодку. Надо было все-таки. Ну понимаете. Здесь и геополитика. И политика. И все на свете. Что интересно. Завод. Выпускающий торпеду шквал. Дагизель. Один из старейших и помнейших заводов в Дагестане. Основан он в 1932 году. Помимо торпед завод производил мины, пистолеты, пулеметы, шпаги на Великую Отечественную. И минометы. До 1941 года завод производил. Обращаю ваше внимание. До 1500 торпед в год. То есть объемы бешеные. В 1942 году завод выпустил уже 3246 торпед для нужд советского флота Великую Отечественную. В советское время завод Дагдизель считался одним из ведущих дизелестроительных и торпедостроительных заводов в СССР. Обращаю ваше внимание. Он строил не только торпеды, но и дизельные двигатели. Морские дизеля, понимаете меня. Екатерина, об этом неизвестно. Эта информация засекречена. Насчет Китая покупает шквал или нет. Я не встречал этих данных. Ирина Девяткина. Бачков увидел, что не может выйти наружу. Просился назад в лодку. Могли ли его впустить? Ирина Девяткина. Отвечу на ваш вопрос так. Мичман Бачков прекрасно понимал, что этот билет в один конец обратного пути не будет. Поэтому он бы не стал проситься в лодку. Я вас уверяю. Понимаете, моряки воспитаны очень... Ну понимаете, это воспитание, это каста. То есть он понимал, что если он войдет в лодку, вода заполнится из шлюзовой камеры. И ребята, возможно, с головой водой закроют. Весь отсек зальет водой. Поэтому, скорее всего, Мичман Бачков, Михаил, погибал молча. В шлюзовой камере умирал. То есть понимал, что воздух заканчивается. Вверх выйти он не может. Вниз, если он войдет, погибнут 22 человека. И он выбрал по самопожертвованию. То есть выбрал умереть сам от удушья. Но чтобы 22 товарища его дальше хотя бы могли сколько-то продержаться. Я думаю так. Никуда он назад не ломился. Он просто молча умирал, наш российский моряк Мичман Бачков. Светлая ему память, конечно. Мужество невероятного. Умирать в шлюзовой камере, скрючившись в гидрокостюме с последними остатками воздуха. Но это страшно, я вам скажу. Просто страшно. Но это подвиг. Вообще это подвиг. Да, Татьяна Сахалин, он понимал, что возвращение в отсек гибель. Он и не стал возвращаться. Что интересно, мать одного из погибших ездила потом, встречалась с норвежскими водолазами, которые зашли в девятый отсек, открыли. Ну, ключ изготовили, все такое. Вот водолаз, который первым в шлюзовую камеру попытался зайти, он туда не смог. То есть они посветили, а там скрючившись в Мичман Бачков. И этот водолаз, водолаз норвежский, есть фильм документальный, он об этом рассказывает. Я посветил и увидел моряка, такого же, как и я. Он был мертв. И он рассказывает прямо об этом, понимаете. Мы со всеми предосторожностями достали его тело из шлюзового отсека и припроводили этого героя наверх, рассказал норвежский водолаз. Поэтому первый, друзья, поэтому первый человек, которого удалось поднять с Курска, это был Мичман Бачков. Первое тело, то есть, естественно, первого подняли. Но потом об этом замолчали, нигде об этом не говорили. Хотя в новостях это на всю страну по телевизору рассказали. Единственный след об этом остался. На суде это тоже не прозвучало. Оставить не на суде, а на специальном разбирательстве. Единственное, об этом рассказывал норвежский водолаз, матери одного из погибших. Когда она приехала в Норвегию, то есть, норвежская сторона оплатила ей поездку в Норвегию, она поехала туда. Она говорит, я хочу лично обнять вас, тех, кто проник в девятый отсек. И вот там норвежский водолаз ей рассказал. Я посветил вниз и увидел тело российского моряка-героя. Такого же, как и мы, моряка, сказал норвежский водолаз. Амич Мани Бачковин. Так, Екатерина, моряки могли слышать, что их спасают? Екатерина, ну, какие-то звуки, конечно, они слышали, естественно. Естественно, пытался, когда аппарат приз пытался пристыковаться, напоминаю, 13 раз комикс-площадки девятого отсека. Естественно, там шум какой-то был. Колесников прекрасно это слышал, естественно. Там же слышимость какая. Конечно, слышали. Ну, а что они могли сделать? Они могли стучать, они и стучали. СОС, вода, вода пребывала. То есть, понимаете, где-то все равно, хоть они задрали переборку между восьмым и девятым отсеком, вода проникала. Не забывайте, Курск испытал мощный взрыв, 5 килотонн. Где-то было деформировано, сдвинулись трубопроводы, кабели. Понятно, где-то водичка потихоньку подтекала, ребята. Но, к сожалению, вот эти патроны для повышения концентрации кислорода, они очень пожароопасны. Вот один из патронов, видимо, ослабевшими руками заряжали, упал в воду и возник пожар. Почему пожар? Потому что воздух мгновенно был выжжен там. И ребята, все ребята в ожогах. Сам Колесников ожоги получил и остальные. То есть, представляете, все это загорелось. Напоминаю, вода была смешана, естественно, с топливом, с соляром. Там, понятно, не просто это вода была. То есть, порвала все цистерны от взрывов. И патрон падает, и все это воспламеняется. Поэтому ребята погибли. Ну, что интересно, генеральный конструктор завода ДАГ-Дизель город Каспийск, Дагестан, Шамиль Алиев упоминал модернизированный вариант изделия шквал как приоритетный проект предприятия на сегодня. По некоторым данным, работы ведутся в двух основных направлениях. Первое подразумевает еще одну модернизацию изделия ВА-111 Шквал. А второй проект – разработка совершенно новой малогабаритной ракеты-торпеды. Которую Алиев сравнил с разработкой с клиперами. Множество небольших аппаратиков должны скрытно приближаться к цели, входить в контакт, а затем уничтожать ее. Естественно, точные данные о проекте этих торпед с элементами искусственного интеллекта тщательно засекречены. По этой причине мы только можем внешне оценивать слухи и сведения о перспективе модернизации подводной ракетной торпеды Шквал. В 2015 году в статье новой российской торпеды Шквал 2.0 указывается, что предполагаемая модернизация изделия ВА-111 может подразумевать сердечные изменения различных аспектов проекта. И проект уже выходит на новый уровень. Оружие будет оснащено уже интеллектуальной системой управления и новой аппаратурой, вызванной повысить характеристики ракеты торпеды Шквал. То есть все, что в прессе было напечатано, еще будет усовершенствовано далее. Провинциалка, про сына Лячина я сейчас вам расскажу. Сейчас, пожалуйста, не торопитесь. Давайте. Итак, расследование уголовного дела. Сейчас, секундочку, давайте посмотрим. Расследование уголовного дела было завершено 22 июля 2002 года, обращаю ваше внимание. То есть было уголовное дело возбуждено и два года они его расследовали. Понятно. Вывод следствия. Лиц виновны в катастрофе ПРК Курс, сопряженный с гибелью 118 человек, находящихся на борту крейсера. Нет. Написано в постановлении старшего следователя по особо важным делам главной военной прокуратуры генерал-майора Артура Игеева. Расследование остановилось именно на этом варианте развития событий, поскольку проще всего ввести в заблуждение простых обывателей, которые не знакомы с тонкостями флота. В расследовании четко говорится. Экипаж Курска не подготовили, как службы в самой мощной военно-морском флоте, самые сложные торпеды 6576А. То есть они все следствием, все-таки это взрыв вот этой торпеды КИТ туда сносит. Согласно официальной версии, взрыв произошел в результате утечки перекиси водорода. Но чтобы принять эту версию, необходимо тогда признать, что на Курске служили либо абсолютно безграмотные люди, либо полностью самоубийцы. Вот представьте, 118 самоубийц, решили самоубийца в походе. Но эта версия попахивает идиотизмом. Всем хорошо известно, что экипаж Курска был высоко квалифицирован обученным. Соответственно, ничего подобного произойти не могло. Кроме того, должен вам сообщить, что вот так называемые перекисно-водородные тепловые торпеды, с которыми якобы мертвые моряки Курска не умели обращаться. Оказывается, состояли на вооружении военно-морского флота аж с 1957 года, обращаю ваше внимание. И за полвека с этими торпедами у советских, а потом российских подводников, никогда не было не то, что серьезных аварий, даже серьезных инцидентов. Подчеркнуто три раза, обращаю ваше внимание. Сирикус Ф. Нет, я все-таки не рассматриваю версию самоубийства, это просто дикость. Наши моряки боролись до конца, я считаю. Нет. Я не усматриваю. Не стал бы никто патрон просто так в воду бросать. Это идиотизм полнейший. Я не верю в эту версию. Слабо верится, давайте так скажу. Ну и последнее на сегодня в нашем, так сказать, документальном расследовании, разбирательстве на канале Мысли об истории. Адвокат семьи моряков отправил на борт работающего в Баренцевом море спасательного судна Михаила Рудницкий, своего представителя. Это был флотский офицер в отставке в ранге, капитан первого ранга. Когда он вернулся с Рудницкого, все ли, что он нам мог сказать, я ничего не могу вам рассказать. С меня взяли подписку о неразглашении 25 лет. Прошу меня извинить, у меня еще семья. Ответил этот честный офицер. И как эпилог. Из всех родственников детей экипажа Курск, погибшего Курска, только два человека связали свою жизнь с подводным флотом. Это сыновья Геннадия Лячина, его родной сын, и сыновья Владимира Багрянцева. Напоминаю, Владимир Багрянцев, это был начальник штаба дивизии подводных флотов, который пошел в поход как сопровождающий. Сын Владимира Багрянцева уже сам стал командиром атомной подводной лодки, капитан второго ранга. Сын Геннадия Лячина носит звание поменьше, но также служит на подводной лодке. И в дальнейшем планирует стать также командиром. То есть два человека только остались в подводном флоте. Остальные дети пошли, все выбрали себе другой путь. Еще вдова командира Курска, герой Российской Федерации Геннадия Лячина, Ирина Лячина, получила работу в правительстве Санкт-Петербурга. После этого случая переехала жить, проживая в Санкт-Петербурге. Очень много сделала для увековечения памяти погибших моряков Курской помощи семьям погибших. И последняя такая ирония судьбы, гримаса судьбы. Адвокат Кузнецов, предъявляющий от имени членов семей погибших подводников претензии к военно-морскому флоту России, был выдавлен из страны путем заведения уголовного дела за разглашение государственной тайны. Вынужден был уехать из России. Вот такие итоги. И давайте последнее, как сказать. Не буду говорить, это большая трагедия, поэтому обращаю ваше внимание. Вот здесь вы видите кормовую оконечность подводной лодки 942 проекта Антей, такая же как Курск. Все вы видите вертикальный киль, то есть кормовой. Дальше вот кругляшок, такой полукруглый, на конце это для выпуска подводной антенны, чтобы под водой связываться со штабом главного военного. И вот все вы видите вот этот злополучный люк 9-го отсека спасательного. Такая была фотография неожиданно, то есть когда лодка была в позиционном положении. Напоминаю, позиционное положение это когда торчит одна рубка. Вот эта палуба была под водой. В этом месте устроился морж, как бы решил отдохнуть, вылезти. И лодка когда подсплыла, он остался на палубе, грелся на солнышке, отдыхал, вот и был сфотографирован. То есть это не постановочный, это не цирковой морж, это реальный морж. Обращаю ваше внимание, Сопки, это Северный флот. Вот решил устроиться. И вот к этому люку 9-го отсека никак не могло, 13 раз пытался пристыковаться наш аппарат, спасательный приз. В конечном счете он просто сломался, то есть аккумуляторы выдохлись, подводников подняли, приз вышел из строя, то есть перестал. Никак не могли. И вот если вы увидите левую ласту моржа, посмотрите пожалуйста. От левой ласты идем чуть-чуть правее, правее к брюшку. Вот под брюшком видите промежуток, то есть белая идет полоса, концовка люка. И вот под брюшком видите черное такое место. Вот в этом месте находится как раз этот замок, кольцо так называемое, которое конструктивно на лодке было ниже сделано, из-за этого пристыковаться. Сейчас он выше находится, то есть брюхо упирается в моржу. Сейчас вот этот люк можно открыть сверху, пристыковаться с спасательным аппаратом и его открыть. То есть эта лодка, одна из восьми, вот сфотографирован такой морж. Обращаю ваше внимание, давайте еще посмотрим. Да, такая курьезная ситуация, это было уже после Курска. Давайте посмотрим. Вот, это опять же он, то есть один из членов экипажа вышел. Вот, вот этот девятый отсек, видите, да? Девятый, вот этот люк, вот через этот люк изнутри пытался открыть Мичман Бачков. Михаил Бачков, обращаю ваше внимание. Смотрите, вот здесь внизу, там внизу лестница, то есть труба, лестница металлическая, и на этой лестнице с крючужей сидел, и вот когда норвежцы открыли этот люк, они нашли там Михаила Бачкова, к сожалению, погибшего. То есть воздух кончился, моряк погиб наш, российский. Вот этот люк, просто я эту фотографию именно смажу. Жаль, морж закрывает, но вот этот люк девятого отсека, спасательный люк, убежище. Вот если бы приз к нему пристыковался, уверяю вас, всех 23 можно было спасти тогда еще. Напоминаю, 13 раз он пытался. Кто не знал, спуск на 108 метров высотой с пристыковкой занимал около двух часов. То есть очень медленно он спускался на аккумуляторах. Понятно, вся операция. 13 раз он этот аппарат пытался пристыковаться. Пристыковаться не получилось. Давайте еще посмотрим. Вот здесь, смотрите. Морж решил принять солнечные ванны, вздрянут на российской подводной луне. Он даже заснул, представляете? То есть ему было пофиг. Ровная поверхность пустая. Он даже здесь задремал. А потом, понятно, стали фотографироваться. Он проснулся, разбудили его. Стал немножко тревожиться. И вот видите, за его ластами слева внизу фотографии, вот этот люк. Злополучный люк девятого отсека. Вот из-за этого погибли ребята 23 человека. И как капитан, лейтенант Колесник. Просто я хотел вам показать. Вот это путь спасения. Вот под этим люком нашли бочковые норвежцы. А вот давайте еще посмотрим. Вот он. То есть после гибели Курска, вот на всех восьми лодках эти люки модернизировали, вывели кольцо на пятна. Оно приподнимается, там штучка. Сейчас видно слева, вот от головы, с взбивнями, с левой стороны, вот из этого квадратного прямоугольника, оно торчит, как раз запор этот, которому спокойно пристыковывается, и люк потихонечку можно открывать. То есть теперь к этой лодке можно пристыковаться аппаратом и вытащить оттуда моряков. Сейчас это можно. Но напоминаю, 22 года прошло. За это заплатили кровь, за это заплатили жизнями 118 человек. Страшные данные. Нет, серий Кус-Ф, он не был поврежден. Его погнуть невозможно, во-первых. Во-вторых, если вы знаете, приз пристыковывается мягкой стороной. То есть там резиновое специальное, резиновое огромное кольцо, то есть оно больше этого люка, примерно по диаметру соответствует внешним обводам. И оно должно пристыковаться, зацепиться как раз за этот, который должен торчать. А он конструктивно на Курске был вниз-вниз опущен. Не торчал. Поэтому не смогли пристыковаться. Нет, не могло быть так. Напоминаю, резиновые уплотнители, железо, такое железо, вот такое железо, никогда в жизни не погнули. Взрыва нет, Татьяна Сахалин. Это еще одно вранье официальной точки зрения. Взрыв произошел в носовой части. Здесь ничего не было. Вот люк не был деформирован. Норвежцы, напоминаю, его открыли за 16 минут, кто не знает. То есть изготовили ключ, им спустили, двое водолазов доходились, норвежцев, им сверху на тросу спустили, все увидели фильм. Они его открыли за 16, то есть спуск ключа и открытие люка заняло 16 минут. Ничего там не было деформировано. Если был люк деформирован, норвежцы его даже с помощью ключа бы не открыли. Обращаю ваше внимание. Давайте говорить, как говорится, как на самом деле, как оно есть. Без вот этих фантазий. Погнули, не погнули, норвежцы спокойно открыли. Еще раз говорю, Татьяна, если бы люк был деформирован, норвежцы бы его не смогли открыть от слова совсем. Его пришлось бы сваркой резать, понимаете, подводной сваркой. А это очень долго и нудно, понимаете. Стали резать. Так, провинциалка. Сделали спасательный аппарат отдельно от люка. Даже ни разу не проверили, подходит ли он или нет, а к чему он тогда должен подходить. Провинциалка, понимаете, спасательные аппараты были изготовлены для спасения с подводных лодок под водой. То есть у них изготовили нижний люк, был с резиновой концовкой. Специальный воздух, оно прижималось к люку, и воздух отсасывался. И всей массой аппарат приз надавливался, прижимался к люку. После этого открывался люк в самом призе, нижний. Человек туда спускался вниз руками, открывал спокойно ключом девятый люк. Вот этот люк этого отсека. Все. Но, к сожалению, тренировки не были проведены ни разу. То есть теоретически эти аппараты, их три штуки у нас было, напоминаю, были изготовлены. Присы еще два. Но ни разу они не были использованы. То есть считалось, что априори, вот они есть в запасе, вот если что случится, мы их задействуем. Все, по размеру люки совпадали. Аппарат изготовлен согласно размеру люка. Все, по чертежам, все точно на заводе, инженеры не могли ошибиться. Все. И они спокойно, эти три аппарата, стояли в запасе, в резерве. Пока что не случилось. Вот случилось, пожалуйста. 13 попыток, ни разу не смогли пристыковаться. Два сразу сдохли. Последний приз 13 раз пытался. И тоже сломался. Сели аккумуляторы, его уже поднимали за трос с воды. Все. Я же говорю, командир этого аппарата, приза, кстати, он потом герой России получил, не за этот, а за другой подвиг. Он правда рассказывал, говорит, он плакал. Он говорит, рыдал, командир. Я, говорит, прижимаю, прижимаю все воздух, пытаюсь откачать. Нет, лезет. Ну, эти манометры показывают, что невозможно. Плакал, рыдал, понимаете, командир призен. Ну, ничего не мог сделать. Офицер тоже, моряк, подводник. 13 раз пошел уже, аккумуляторы сдыхали, но он пошел. Ему говорили, оставайся, но пошел. 13 раз пристыковался, начинает воздух отсасывать, не отсасывается. Ну, манометры показывают, все. Уходит воздух, невозможно присосаться. Пока пытался пристыковаться, аккумуляторы сдохли. Слава Богу, успел наверх сообщить, и уже краном за трос его поднимали. То есть, приз тоже остался бы на палубе Курска. То есть, сдох полностью, все, обесточился. То есть, экипаж призов, а там же тоже остаться мог. Да, командир рыдал, это реальный случай. Мамонтов описывал. Командир, аппарат, аспасатель, он просто рыдал. Я, говорит, я, говорит, пытаюсь, ничего не могу сделать. Понимаете? Ну, плакал человек. Ничего не могу. Знаю там люди, а ничего сделать не могу. Понимаете? Вот долбанный люк, понимаете? Вот так, извините за выражение. Ну, вот еще посмотрите, как морж на этом люке устроился. Вот из-за неисправности этого люка 23 человека не смогли спасти, к сожалению. А было надо всего лишь два рейса. То есть, приз можно было до 20 моряков вовнутрь поместить. То есть, один на рейс, и остальных потом троих бы забрали. И все было бы нормально. Ну, и последнее. Вот эта часть рубки, вы все вы помните, когда курск подняли в сухом доке, разбирали его. Он был разобран, естественно, утилизирован. Но, как память, памятник оставили. Вот часть рубки внешней. Это настоящая рубка курска. Понятно, подкрасили все. Окна вот эти вставили. Вот эта часть рубки. То есть, настоящая часть кусочек курска, погибшего в Баренцевом море. И 118 российских моряков. К сожалению. 118 жизней. Вот. Вот так вот. Страшная кровью. 118 жизней. Страшная цена. Страшная просто. Но до сих пор 8 антеев у нас работают на флоте. Успешно продолжают службу. Все они модернизированы. Все люки приведены в готовность. Все испытано. Аппараты пристыковываются, присасываются, как говорят. Все нормально. То есть, были проведены модернизации. У всех все сделали. Но, к сожалению, курс не успели. Поэтому, еще раз говорю, пишутся кровью. В данном случае то, что ребята сейчас ходят в море, 8 антеев, проекта антеев лодок. Это благодаря Курску. Жизней ребят. По главе с героем России Геннадием Лячиным. Светлая ему память. Великолепный командир. Очень жалко, что он погиб. Мог бы стать адмиралом и командовать. Возможно, командовал бы флотом. Дивизия несут. История не знает со слагательного наклонения. Уж извините. Все вы знаете. Вечная память Курску. Вечная память ребятам. Вот запомните, как выглядит этот люк девятого отсека, на котором Морж устроился поспать. Эта лодка такого же проекта антей. Вот представляете, все дело в этом люке, вот в этом замке. Был бы он выше на 5-10 миллиметров, приз бы пристыковался, всех 23-х и Колесников всех бы спасли. Представляете, какая бы, ну понятно, это горе, все погибли. Но все-таки 23 человека, 23 жизни были бы живы. Понимаете? Вот из-за этого люка. Ну вот Мич Мамбачков, несчастный, который в шлюзовой камере задохнулся, бедолага, пошел наверх, но не смог выйти, не смог, понимаете? Мы не знаем, почему он не смог выйти. Вот эта шлюзовая камера девятого отсека, посмотрите еще раз. Это эскиз отсека, это настоящий эскиз девятого отсека, где находились, вот здесь ребята находились 23 человека. Здесь же патрон этот упал в воду и выжег весь воздух, к сожалению. Вот это ракета-торпеда, шквал, так давайте с вами немножко обсудим. Понимаю, тема трагическая, но тем не менее. Сегодня мой канал представил версию гибели подводного крейсера Курск. Эта версия, еще раз говорю, не моя, я просто ее как бы рассказал вам сегодня. Это версия подводных, подводников, командиров атомных лодок и инженеров военно-морских, которые сегодня до сих пор продолжают свою службу. на ней имеют такое мнение. Я с этой версией целиком согласен. Да, Ирина Девяткина, роковое стечение обстоятельств, к сожалению. Сергей Петров, Олег, спасибо, дай Бог вам здоровья. Сергей Петров, вам тоже здоровья. Спасибо за ваши слова. Спасибо, добрый человек. Светлана Лебедева, Олег, спасибо вам за полный основательный разбор трагедии. Могу утверждать непрофессионализм инженеров, отсутствие дополнительных испытаний спасательных аппаратов привели к трагедии всей страны. Светлана Лебедева, совершенно с вами согласен. Не испытывали аппараты, все на авось пустили. Если бы были испытания, все ошибки в расчетах сразу бы вышли наружу. Конечно бы вышли. Понимаете, Светлана Лебедева, никто и не собирался испытывать, понимаете. Нужна была штурмовщина. Все давай, давай, результаты, учения провести, доложить Москву. Мы самые хорошие, мы первый флот, мы провели учения, понимаете. Правильно, кадры решают все. Совершенно верно, Светлана Лебедева. Важно воспитать профессиональных сотрудников в любом деле. Вот, Светлана Лебедева, вы сейчас высказали очень важную мысль, я тоже так думаю, как бы хотел бы вас поддержать в вашем мнении. Действительно, важно воспитывать профессиональных сотрудников. Профессионализм, понимаете, не делать на отвяжись, понимаете, все, а именно профессионально делать свою работу. Вот на данном участке, на данном месте просто делать свою работу всего лишь, понимаете. Не лениться, а просто надо ее делать. Вот есть у тебя функционал, будь добр, делай его честно и качественное все равно, как положено. Не можешь делать, уйди, освободи место другому. Но если ты занял это место, делай, пожалуйста, свою работу. Ты за это получаешь деньги. Виктория Чайко, Олег, спасибо за потрясающий интересный стрим. Слушала, затаив дыхание, жуткая трагедия. Согласен, Виктория, трагедия страшная. Светлая память всем погибшим, какую страшную цену платят защитники наших рубежей. Совершенно верно, Виктория Чайко, понимаете, человек, уже подписав контракт, приходит на службу военную, прекрасно понимает, что он в любой момент может погибнуть. Ну и представьте, подводники, они погружаются под воду, уходят в автономную, плавание, где может случиться очень много факторов, как вот здесь, наложиться один на другой и произойти что-то страшное, понимаете. То есть люди априори понимают, что могут погибнуть, но тем не менее, люди идут на флот, идут на подводный флот, служат и достигают результатов, тем не менее. Провинциалка, бедные родители, памятники ставить, это мы умеем. Да, провинциалка, памятники у нас научились четко ставить, согласен с вами. Чего стоит только на перевале Дятлова вотнули эти фигуры железные, которые скоро на металлолом распилят, все вы помните. Светлана Лебедевна, моряков не вернут, светлая им память. Да, к сожалению, жизнь не возвращается, понимаете, это не кино. Это в кино, там можно дубль один, дубль два снимают, да, здесь не кино. Жизнь пишется один раз и начисто, черновиков не бывает, к сожалению. Семен Марковский, без хозяйственных, мельчайшим требованием. Да, у Титаника не было биноклей, да, бинокли были в сейфе. Да, не было ключа, чтобы будет стыковать. Норвежцы свой изготовили для открытия люка девятого от сейфа. Светлана Лебедева, Олег, верно, правила пишутся кровью на море, на дороге, на предприятиях, правила жизни. Да, Светлана Лебедева. Светлана Лебедева, если вы помните, есть известная фраза, вошедшая в историю, у каждой катастрофы всегда есть фамилия, имя, отчество, виновные в этой катастрофе. Просто так, катастрофы на ровном месте не возникают. К этому всегда ведет понятно, что. Елена Войтова, да, Олег, спасибо за информацию, теперь осталось как-то пережить заново. Ну, Елена Войтова, можете пересмотреть, кстати, если что-то, допустим, упустили, можно посмотреть еще раз. Написать комментарий, под стримом, пожалуйста. Это поможет продвижению канала в очередности YouTube, если вы не знали. И, Андрей, спасибо, Олег, за ваш труд, впечатляет ваш рассказ «Морякам вечная память». Андрей, спасибо, что приходишь на мои стримы, спасибо. Ирина Войтова, очень жаль, ребят, может послужить уроком, очень хочется надеяться. Да, Ирина Войтова, мне тоже очень хочется надеяться, что данный случай послужит уроком. Все это, штурмовщими, тороплению доложить, отчитаться и так далее. Не лучше ли подготовить все нормально, а потом выходить на учение? Екатерина, у меня старший брат служил на Северном флоте, на подводной лодке был три месяца, под водой не всплывая. Поэтому мне эта тема близка. Екатерина, понял тебя. Ну, эту тему, в том числе и по твоей заявке я сегодня выпустил. Ты же просила, сегодня я заявочку твою выполню. Изабелла меня просила из Израиля, Изабелла тоже по вашей просьбе. Эльмира Валиева, сегодня ее нет, она от записи, надеюсь, посмотрит. Тоже просила меня давно. Вот сегодня попытались с вами разобраться, так сказать, документальное исследование сделали. Да, Екатерина, три года на флоте, раньше три года служили. Мы два года служили срочно на флоте, три. Сергей Спиридонов, спасибо вам за то, что чтите память нашим героям. Сергей Спиридонов, спасибо вам за ваши слова. А память мы всегда будем чтить, понимаете? Потому что это защитники нашей Родины, нашей страны, они погибли. Так или иначе, это были учения. Так же и в боевом походе могло случиться, понимаете? Это защитники. Конечно, им светлая память. Олег Федоров, таска и печаль после стрима. Олег Федоров, ну, это трагедия, я сразу сказал, это очень тяжелый случай, трагедия, естественно, мы с вами собрались, чтобы сегодня исследовать эту трагедию. Вспомните еще раз эту трагедию и вспомните еще раз ребят погибших. Извините. Ирина Девяткина, Олег, спасибо за ваш труд, очень интересный стрим, много нового узнала, даже отойти от экрана не смогла, боялась пропустить интересное. Светлая память погибших защитникам Отечества. Ирина Девяткина, спасибо вам большое, я присоединяюсь к вам, конечно же, светлая память всем ребятам 118 погибшим, светлая им память. Вот сегодня мы с вами еще раз вспомнили, обращаю ваше внимание, прошло 22 года, понимаете? Я считаю, Курск надо помнить. Это боль, это трагедия нашей страны, так или иначе. Это очень огромная трагедия. Поэтому искренне соболезную всем родным и близким погибших на Курске, примите наши соболезнования, уважаемые родные и близкие погибших. От канала Мысли об истории от моих зрителей пожалуйста, примите соболезнования. Искреннее соболезнование мы помним, ребят, очень жаль, что так случилось, понимаете? Очень жаль, это страшная трагедия. Просто потеря для нашей страны. Лучший экипаж погиб. Да, Олег Федоров, спасибо тебе. Татьяна, Олег, огромное спасибо за стрим, ждала эту тему, очень уважаю тебя, Олег, за интересную тему информации. Татьяна, спасибо вам большое, что приходите на моих стримах, конечно же. Я для вас работаю, поэтому спасибо, что приходите. Мы с вами разбираем какие-то темы, которые интересны всем, нашему народу, тем более, это такая трагедия страшная для нашей страны, для нас, для всех. Понимаете, я вспоминаю эти дни, мы тоже все ждали, вот этих 23, но все, сейчас вот пристыкуем, сейчас спасем, все спасем, спасем, нас телевизор, с экрана все кормили завтраками, все вот, вот, сейчас все, хотя бы вот этих спасем, а потом бац и все, понимаете. И потом наступила пустота. Мне, понимаете, мне даже страшно, что пережили родные погибших, просто страшно, я даже в голове не могу уместить тот ужас, понимаете. Это просто страшно. Екатерина, Олег, спасибо за стрим, если бы не ты, так и не узнала бы подробности и причину гибели. Понял, Екатерина. Но эту причину, не я ее придумал, еще раз говорю, этот вывод делают морские инженеры, опытные, подводники, командиры, понимаете, подводного флота, которые всю жизнь служат, они вместе, совместно собираются и сделали так. Вот эта версия, именно она самая, самая, так скажем, правдивая, эта версия самая правдивая. Я тоже придерживаюсь этой версии. Наталья Беспалова, я в те августские дни плыла на теплоходе по Волге, все пассажиры подавлены, с грустью смотрели на воду с борта теплохода, вместо музыки ловили новости от посадателей Курска. Да, Наталья Беспалова, я после работы бежал к телевизору, радио, приемник настраивал, слушал последние новости. Все ждали, все ждали, вот-вот, вот уже сейчас аппарат подводный спустился, потом объявили, что все, он уже на корпусе Курска, но думаем, все раз на корпусе, все осталось люк открыть, как говорится там, а потом он на корпусе Курска и замолчали, и больше ничего. провинциалка, сомневалась смотреть этот стрим или нет, но очень тяжело опять вспоминать светлая память ребятам. Провинциалка, понимаете, Таня, очень тяжело, я с вами согласен, поверьте, мне тоже эта тема очень тяжелая для меня, страшная тема, но я считаю, говорить об этом все-таки надо, понимаете, мы сегодня с вами постарались хотя бы все в комплексе понять, хотя бы попытаться понять, как это было, то есть я вот вам рассказал, вы послушали, надеюсь, что что-то вот стало более понятно вам, давайте так, но я согласен с командирами атомных подводных лодок, сегодня действующих, что причина в этом, к сожалению, шквал развернулся и пошел на лодку, сбой системы, все, это несчастный случай, это сбой техники, тут. Инна, Олег, большое спасибо, очень печально, нет слов всем погибшим морякам вечная память, спасибо вам, Инна, действительно, спасибо, что вы в Германии помните о Курске, спасибо, да, вечная память, ребята. Ирина Девяткина, страшнее всего, когда была надежда, да, надежда была, но надежда, к сожалению, не сбылась. Лена Кипр, да, я с тобой согласен, модератор моего канала, они все герои, они все герои. Татьяна Сахарина, кто доставал тела из отсеков, мужественные люди, смотреть на этот разрыв аорты. Да, Татьяна, доставали ребят из отсеков, шесть наших водолазов, сороковой лаборатории в городе Ломоносове, которая находится, руководитель лаборатории Андрей, сейчас герой России стал, после этого, он рассказывал, да, шесть наших водолазов. Сначала англичане участвовали, когда отверстия технологические вырезали в Курске, потом англичане ушли, и тела им доставали только наши, шесть человек. Во главе с капитаном первого ранга, вот Андреем, он потом героем российского, сейчас он руководит вот этой лабораторией, сороковой спасательной, в городе Ломоносов они находятся, то есть, напоминаю, под его руководством водолазы-глубоководники, которые могут на очень большую глубину спускаться, то есть, на тренированной специально. Сиданна Лебедева, Олег, даже сейчас помню, когда услышал эту новость, мурашки по телу, каково родителям, близким ребятам. Сиданна Лебедева, я даже представить этого не могу, потому что это очень страшно, не дай бог такое пережить, это страшно просто, понимаете, это просто страшно. Не дай бог такую трагедию пережить, понимаете, у людей, отцы, дети, сыновья погибли, племянники и так далее, ну страшно, страшно. Многие, понимаете, многие жены были беременны, уже роды прошли после гибели отцов, то есть, даже отец ребенка не увидел, погиб плавание, ну это вообще страшно все это. Изабелла из Израиля, спасибо, Олег, за ваш труд, за интересные темы, благодаря которым мы объединяемся и собираемся на ваши стримы. Спасибо за то, что вы выполнили мою просьбу, тоже отправлю сыну ссылку на этот стрим. Изабелла, спасибо вам за ваши слова, спасибо большое, что вы в далеком Израиле смотрите мой стрим. Ну, если ссылку отправите, спасибо скажу, пусть посмотрит сын ваш тоже. Спасибо вам большое. Спасибо, что приходите, приходите всегда, Айви пусть приходит, и матушка ваша пусть смотрит. Ирина Девяткина, боюсь даже представить, что мы узнаем через 30 лет про нынешние времена, если доживем. Да, Ирина Девяткина, осталось только дожить, дело за малым, не дай бог. Семен Марковский, Олег, ваши прогулки по истории будораживают наше сознание, но в очередной раз доказывают, что случайные ошибки, пробелы оказываются закономерным результатом от всего, погибли люди и техники. Да, Семен Марковский, совершено очень много ошибок другими службами, не моряками Курска, а моряки Курска оказались просто заложниками. Не забывайте, они были военные люди, им приказали, они вышли в море на учение, вот и все. Не их вина, что техника отказала, понимаете. Не виноваты в этом 118 человек во главе с командиром Геннадием Лячиным. Вот они точно не виноваты. Светлая им память, ребятам нашим. Провинциалка, судя по трагедиям, которые были за 20 лет, ничего не послужило уроком взять хотя бы зимнюю вишню. Да, Таня, с ним еще одна трагедия, зимняя вишня, произошедшая в Кемерово, да, тоже. Сгоревшие, задохнувшиеся люди в кинотеатрах, в залах. Страшно все это. Так, спасибо за лайки. Смотрю, потихоньку лайки прибавляются сегодня на стриме с вами. Так, друзья, так, Татьяна Сахалин, спасибо мужественным врачам, спасавшим жизни людей после катастроф, их становится все больше. Конечно, низкий поклон врачам, Татьяна Сахалин, естественно. Хотя бы кого-то спасли, дай бог. Врачам, конечно, низкий поклон. У нас сегодня в эфире, в чате, Инесса Иви, напоминаю, врач из Беларуси, тоже спасает людей. Врач, не иерохирург, напоминаю, сделает сложные операции. Мужественная женщина. Тоже ей низкий поклон, Инесса Иви. Спасибо вам за вашу работу, вы спасаете людей. Так, извини, сейчас, секундочку. Давайте, друзья, я напомню вам про конференцию в конце. Сегодня уж извините, время все заняло информация, история такая страшная. Не сильно я на ваши вопросы много отвечал, но давайте в следующий раз уже отвечу. Так, давайте про конференцию. Я вам напомню, в Екатеринбурге 14 мая состоится конференция по перевалу Дятлов, посвященной памяти Юрия Константиновича Кунцевича. У кого есть возможность, приезжайте, пожалуйста, будет очень интересно. Сейчас информацию в чате я продублирую. Смотрите, пожалуйста, в чате. Для регистрации нужно в WhatsApp написать по номеру, подтвердить свое присутствие на конференции. просто подтвердить, то есть там ответа не надо ждать, просто подтвердите, что вы точно будете и все. в чате. Так, в чате. Да, сбор 8.45 Возле Маринс парк отеля Кчелюстик 106 в Екатеринбурге Анатолий Игревский, Олег, очень важную Тему подняли, слава погибшим героям Хочу всех поздравить с наступающим 1 мая Да, Анатолий Игревский Тема трагичная, в любом случае Говорить об этом надо, вспомнить Ребят, надо было, поэтому мы сегодня С вами их вспомнили, добрым словом Конечно же, спасибо вас тоже С первым маем наступающим Скоро майский праздник наш известный Да, Ирина Девяткина, у нас постоянно Чем-то, всякими пандемиями Все бывает, что сделаешь Что сделать Запишите, пожалуйста Кто соберется на конференцию В чате, номер ватсапа Напишите туда, зарегистрируйтесь Татьяна Сахалин, спасибо, Олег Здоровья тебе, всем подписчикам Татьяна, тебе тоже Спасибо за пожелание Александр Березин Олег, здравствуйте Извините, опоздал Посмотрю в записи Александр Березин Здравствуйте Да, к сожалению Мы будем заканчивать уже Посмотрите, пожалуйста, стрим И напишите комментарий Под стримом Если вам не трудно Да, Александр Березин Всем добра Да, никакого конгресса У нас называется конференция Драгон Стойкович просто пошутил Давайте будет завершать у нас сегодня Наш стрим, как всегда Сюрприз в конце стрима Полина Екатерина А то, что ростовская группа Видела ночевку дятловцев Это правда или нет? Нет, Екатерина Они просто увидели Какие-то остатки костра И решили, что это дятловцы Но, Катя, ты помнишь Я рассказывал, как шли ростовцы Дятловцы там не ходили От слов совсем Дятловцы шли другим путем Поэтому априори То, что нашли они Какие-то остатки Какого-то костра И почему-то решили, что это дятловский Костер не был подписан Это не соответствует действительности Просто фоменка показалась Вот и все Они шли другой дорогой, Катя Посмотри предыдущий стрим Я об этом рассказал Как они шли И курсы не пересеклись От слова совсем Тем более По дням они шли позже Гораздо И не тем путем Так, Лена Олег, большое благодарность За интересный стрим Успехов, здоровья Спасибо, Лена Тебе большое Да, сейчас будет сюрприз В конце стрима Да До встречи, Андрей Не уходите Пожалуйста Итак, друзья Давайте в конце нашего стрима Татьяна, Тадди Спасибо вам тоже Послушаем с вами Стихотворение поэта Нашего канала Гудвина Прекрасное стихотворение Мне оно очень нравится Прочитает его сам автор Давайте послушаем Стихотворение называется Дыхание зимы И прочитает его Владимир Из Челябинска Поэт нашего канала Итак, дыхание зимы Поехали Дыхание зимы Осень шагает В городах по районам Природы замкнутый круг Временная петля Ветер листву разбросал по асфальту Дворник ворчит Устал с ней воевать Отопление включили И дома все согрелись А в воскресенье дожди Нас настигнут опять Так как мы еще только проснулись И не успели ощутить Дыхание зимы Ясных дней Остается малые крохи И зима в этот город Непременно войдет Укрывая все белым И белым аллеи Оставив грусти рябин Под снегом молить Спи, малыш Я расскажу тебе еще одну сказку Про сказочный лес И посох в руках старика Про то, как вокруг Бушуют метели В детстве просто нам В сказку попасть Мы можем пойти На прием к королеве Подымем войска Стоит лишь захотеть Только снег Постепенно Укотает крыши И все, что вокруг И даже дома Он будет идти Огромные хлопья А мы во дворе Заигрались опять Забудем про этот Прием королевы И про наши войска И про конную рать Звид в окне не горит Этот дом заскучает Пока мы не вернемся Не затопим камин Тогда на стенах огни Заиграют Под столом войска крикнут Ура! Все вперед! А пока ты уснул Безмятежно и тихо Обнимая игрушку Крепко рукой За окном непогода С дождем на прогулке Осень листвой Засыпает свой путь Пронзительный взгляд Красовозна походка Ветра порывы Сильнее-сильней Природа оркестр Играет в трубах на крыше Мы можем услышать Тихие осени Джаз Вот такое стихотворение Владимир нам сегодня прочитал Спасибо ему большое Философское, интересное, жизненное По наблюдениям Владимира Из Челябинска Прекрасная поэзия Да, Екатерина В избушке они не ночевали Ростовчане Обращаю твое внимание Когда они рассказывали Что зашли в какие-то остатки домов Они сказали Было всего несколько домов Пожалуйста, вспомни Сколько было домов На втором северном Около двадцати двух Здесь же ростовчане говорят Всего несколько Несколько домов И двадцать два дома Все-таки различаются Количеством Согласны, Екатерина? Логику включаем Естественно, они не были На втором северном Они натурались на какой-то там Две-три избушки Как Фоменко сказал Несколько избушек Это был не второй северный Естественно Да, Владимиру спасибо За стихотворение Мои подписчики говорят Прекрасное стихотворение Он прочитал Считаю, что это стихотворение Завершило сегодняшний наш стрим Сегодняшний наш рассказ Трагический Мы все вспомнили с вами Гибель нашего Атомного подводного Ракетоносца Курск Вспомнили ребят Погибших моряков 118 человек Российских моряков Защитников нашей Родины Светлая им память Ребятам Вечная память Не просто свет Вечная память Ребятам Да, Владимир Убрау Виктория Чайка Да, Ирина Девяткина Спасибо Владимиру Хорошее стихотворение Хорошо он написал Так, Виктория Чайка Напоминаю вам Напишите в WhatsApp Модератору моего канала Лены Кипра Она вам скажет Как со мной связаться В чате напишите Пожалуйста Вы услышали меня? Виктория Чайка Ватсап номер у вас есть Лена Кипра Напишите пожалуйста Туда Ей И мы так с вами Свяжемся через Модератора Спокойно Так, все друзья Давайте потихонечку Завершаем Владимиру спасибо Гудвину Да Владимир Талант Судан Лебьев Совершенно с вами согласен Прекрасные стихи Недаром он всегда участвует В наших поэтических страничках Да, Ирина Девяткина Спасибо за напоминание Лайки ставим Уважаемый И все-таки Прошу Пишите ваши комментарии Сегодня под стримом Напишите ваши комментарии Понравился вам стрим Чем не понравился Ваше мнение Давайте поговорим Просто каждый комментарий Он помогает продвигать В общей очереди Канал в Ютубе Понимаете Поэтому призываю вас Писать все-таки Комментарии ваши Екатерина Всех с праздником Весны, мира и труда Всем добра Здоровья Морякам, подводникам Вечная память Прекрасные слова Катя Присоединяюсь к ним Конечно же Всех с праздником Мира и труда Уважаемые подписчики Уважаемые зрители Кто сегодня смотрел Мой стрим Да, Виктория Чайка Напишите Ленин Кипр, пожалуйста Итак, друзья Напоминаю Что следующий стрим У нас с вами Будет в среду Это будет 3 мая Отставить Извините Прошу извинить 4 мая Это будет 4 мая Среда Тема будет Перевал Дятлова Конечно же Пока основная тема Нашего канала Приходите Пожалуйста 4 мая В 12 часов Московского времени Место встречи Изменить нельзя Это будет канал Мысли об истории Приходите Пожалуйста Жду всех Ну и хочу Напомнить Уважаемые подписчики Что я работаю В Ютубе Бесплатно Если у вас есть Возможность Можете помочь Моему каналу В чате Закреплены Вверху данные Карта Сбербанка Мир И сервис Донат Алирс Возможно Можете помочь Буду всем признателен За любую помощь Эти же данные Будут под видео Закреплены Под стримом Пожалуйста Если есть возможность Помогайте Моему каналу Буду очень вам признателен Конечно же Олег Таня Челиночка Спасибо за качественный эфир Всем здоровья Жизненной энергии Держим нос по ветру Хвост пистолетом Совершенно верно Светлана Лебедева Хвост пистолетом Всех с праздником Первого мая Ирина Девяткина Вас тоже Понял вас Да Да Понятно Ирина Девяткина Спасибо вам За ваши слова Поэтому буду рад Любой помощи Конечно же Спасибо за ранее добрые люди Кто сможет помочь моему каналу Давайте будем на сегодня Закругляться На сегодня новостей у нас больше нет Приходите 4 числа на стрим По перевалу Дятлова Это будет 12 часов московского времени Среда Напоминаю Ну и в конце стрима Я всегда по традиции Всегда говорю Все еще только начинается Друзья Всего вам доброго До новых встреч Берегите себя Спасибо за внимание Спасибо за внимание